Здравствуйте, товарищи зрители! Огромное количество писем, вопросов приходит от вас ко мне по поводу железа, проблем с железом, с ферритином, трансферином. Не можем поднять железо, низкое железо, упадок сил, утомляемость, усталость. Почему? И я понял, что просто необходимо сделать одно единое видео, посмотрев которое, вы узнаете о железе, ферритине, трансферине, вообще все. Все, что необходимо знать любому человеку. Ни один врач, ни один ученый не сможет вам сказать больше. И я представляю вам это видео. Это видео беседа, видео интервью с женщиной-доктором, специализация которой именно лечение пациентов с проблемами железа, ферритина, трансферина, гемоглобина. И уверяю вас, никогда вы подобной информации, полной информации, исчерпывающей, абсолютной, не слышали, не видели. Смотрите внимательно, конспектируйте и перешлите потом ссылку на это видео всем своим знакомым, близким, друзьям. Помогите им, как мы сейчас поможем вам. Такой информации нет нигде. И это одно единое видео состоит как бы из двух частей. Из первой части вы узнаете все о функции железа в организме, о причинах дефицита железа и как добиться усвоения железа, у кого усвоение низкое. А из второй части вы узнаете все о дефиците железа, которое проявляется в 10 причинах и узнаете все о нормах этих анализов. А теперь, чтобы принять осмысленное решение посмотреть это видео целиком, прослушайте коротко некоторые тезисы. Итак, приятного просмотра. Бывает гемоглобин высокий, но это не говорит о том, что нет гипоксии. Почему без белка не усваивается железо? Железо необходимо для синтеза гормонов. Препараты от изжоги, боли в животе, ингибиторы протонной помпы, альмальгели, всякие амезы и прочие-прочие. Такие лекарства, которые снижают кислотность желудочного сока, блокируют выработку соляной кислоты. И при этом состоянии сниженной кислотности желудочного сока мы автоматически впадаем в этот железный дефицит, потому что отсутствуют условия для усвоения железа. Условия гипоксии, условия дефицита железа, гипоксия, которая является следствием дефицита железа, очень хорошо себя чувствуют всегда только эти злокачественные клетки. Чтобы развелась анемия, это годы уходят, и мы просто это упускаем. И вот наша большая задача – не допустить анемию, остановить развитие дефицита железа на этапе только-только самых первых клинических проявлений. В общем, анализы крови есть другие моменты. Это количество эритроцитов, гематокрит, объем эритроцитов, концентрация гемоглобина в эритроците. То есть вот такие уже тонкие моменты, тонкие показатели, по которым мы уже можем видеть, что да, да, есть, даже если не анемия, есть скрытый дефицит железа. По гематокриту, по количеству эритроцитов мы можем заподобить дефицит белка. По объему эритроцитов мы можем понять, насколько хватает витаминов группы В и омега-3, поленасыщенных жирных кислот. Когда пациент обращается с анемией, ему просто назначают препараты какие-то железа, отправляют его там на месяц, на два, и на этом все дело заканчивается. Человек железо-то пропивает, вроде бы там гемоглобин у него поднялся, проходит какое-то время, и как будто никакого лечения и в помине не было. Если мы с вами съедаем железо, неважно, с продуктами питания, либо с каким-то лекарственным препаратом, либо с добавкой, железо это усваивается в кишечнике, через просвет кишечника, в кровоток, и в кровотоке его тут же подхватывает специальный белок, трансферин. Белок, обратите внимание, если общий уровень белка в организме снижен, будет снижен и белок трансферин, который участвует в переносе железа. Бывают ситуации, когда мы по анализам видим высокий уровень ферритина, и тут у многих возникает вопрос, ага, ферритин у меня высокий, значит, у меня все в порядке. Не всегда, не всегда, я сразу скажу, здесь очень много нюансов, и мы никогда не оцениваем уровень железа только по одному, допустим, уровню гемоглобина и только по одному уровню ферритина. Есть еще другие показатели, которые мы оцениваем всегда в целом в комплексе. Очень важно при лабораторной диагностике оценивать комплекс показателей и гемоглобин, и трансферин, и ферритин, и коэффициент насыщения трансферина, потому что такие компоненты пищи, как кальций, магний, фитаты, танины, они все препятствуют усвоению железа. Часто при дефиците железа вроде бы даже и трансферин есть, но внутри он пустой, железосвязывающая способность сыворотки. Поэтому показатели мы оцениваем, насколько наша кровь, насколько наша сыворотка готова связать железо. И чем выше вот этот показатель, тем выраженнее дефицит железа. Вот для этого нам нужен ферритин. Я вам скажу, что верхней границы норм не существует. Но мы с вами должны быть уверены, что ферритин этот истинный, что он невоспалительный, потому что часто после каких-то острых инфекций, либо хронических воспалительных заболеваний, ферритин повышается. Но это не значит, что достаточно железа в организме. Это говорит о том, что клетки разрушаются, и ферритин просто подхватывает вот это железо из разрушенных клеточек. По последним данным, есть американская ассоциация гастроэнтеролога, вот они упомянули, что ферритин менее 45, это уже анемия. Локтат – это молочная кислота. По ней я смотрю, насколько организм закислен. Потому что в условиях гипоксии весь организм находится в закислении. Спортсмены это очень хорошо знают. Как правило, мы B9, B12 в основном оцениваем необходимые витамины для кроветворения. Без них нет синтеза новых эритроцитов в костном мозге. Этот сахар начинает склеивать белки. Причем белки долгоживущие. Те, которые существуют длительное время в нашем организме, и одним из долгоживущих белков является гемоглобин. А гликированный гемоглобин, у него нарушается отдача кислорода. То есть вот эта диссоциация уже затруднена. Поэтому гемоглобина, даже мы можем по общему анализу крови увидеть нормальное количество. Но если он гликированный, мы уже понимаем, что в гипоксии находится человек, потому что отдача кислорода будет затруднена. Одна из причин дефицита железа – это дефицит витамина D. Анализ, который смотрит большинство лабораторий методом ИФА, он очень сильно завышает этот показатель в 2, иногда даже в 3 раза. То есть для нас идеальный показатель где-то от 60, от 80 даже уровень витамина D должен быть. Но если вы сдаете его методом ИФА, делите сразу на 2, на 2, а то и на 3. Это будет более-менее какая-то достоверная картина. Более точный анализ на витамин D делается методом масс-спектрометрии. При достаточном уровне витамина D парагармон будет низким. Бывает парагармон ложно заниженный при действительном огне. Но этому активному витамину гормона ему нужно в клеточку попасть. Чтобы попасть в клеточку, он должен соединиться с рецепторами. И у кого-то по генетике этих рецепторов мало, тогда таким людям нужно больше дозировки витамина D. Даже мы в крови можем по анализам видеть уровень витамина D достаточно высокий, но в клетку он пробраться не может, потому что рецепторов мало. Добрый день, Юрий Андреевич, добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Ксения Владимировна Машак. Я основной своей специальности врач-косметолог, уже 20 лет практикую. Но последние 5-7 лет я занимаюсь интегративной медициной, профилактической, холистической, то есть занимаюсь таким системным восстановлением здоровья человека. Мои основные пациенты – это как раз пациенты с железодефицитом. Как правило, это основная масса, это, конечно, женщины в связи с моей основной специальностью. Но я скажу, что и мужчины точно так же находятся в дефиците железа, нисколько не меньше. Проблема эта на самом деле очень актуальна, невероятно актуальна. То есть мы сейчас в наше время находимся даже в такой, я бы сказала, пандемии дефицита железа. Самая страшная здесь ситуация в том, что люди живут в этом дефиците и его не замечают, даже не догадываясь о том, что этот дефицит есть, привыкая к этому состоянию своему и ссылаясь на какую-то просто усталость, слабость, утомляемость, стрессы, какие-то большие нагрузки. Моя основная задача – увидеть вот этот дефицит на ранних стадиях, не допустить развития анемии, не допустить развития каких-то серьезных, тяжелых осложнений. Раньше на самом деле считалось, что вегетарианцы подвержены больше какому-то этому состоянию дефицита железа в связи с такими определенными моментами в питании. Но я вам сразу скажу, что нет. И вегетарианцы, и мясоеды – все мы в одной лодке, и те, и другие одинаково подвержены этому состоянию. Причин здесь огромное количество. Я бы хотела акцентировать на некоторых ваше внимание, потому что, чтобы устранить вот этот дефицит, именно вылечить, избавиться от него, нужно понять, какая причина, что привело к причине появления этого состояния. Либо банальное просто отсутствие железа в рационе питания, либо какой-то очаг хронического воспаления, либо повышенный расход. То есть вот с этим нужно разобраться, для того чтобы нам поставить такую жирную точку и не допустить прогрессирования этого состояния. Кратко поясню вообще железо, для чего нам нужно нашему организму, почему мы так во все колокола бьем, зачем нам это железо необходимо. У всех на слуху, конечно, в первую очередь гемоглобин. Гемоглобин, кислород, гипоксия. То есть это вот самые такие на слуху состояния, которые связаны с железом, с дефицитом железа. Это действительно железо сходит в состав гемоглобина, важнейшего белка, который переносит на себе кислород и питает каждую клеточку нашего органа, чтобы каждая клетка получила тот самый кислород, чтобы произвести энергию, чтобы продлить жизнь себе и, соответственно, всему нашему организму. Иммунитет. Иммунитет – это тоже важнейшая функция железа. Без иммунитета иммунные клетки не синтезируют свои цитокины, определенные вещества, которые борются с вторжением вирусов, бактерий, каких-то патогенных микроорганизмов. То есть за все это отвечает иммунитет. И без железа не работают вот эти ферменты, которые борются с чужеродными вот этими веществами. Железо необходимо для синтеза гормонов. В первую очередь гормонов астероидных. Это половые гормоны, тестостерон, эстрогенный прогестерон. Это гормоны надпочечников, самые главные наши антистрессовые гормоны. Гормоны щитовидной железы. То есть без железа останавливается синтез. И нет гормонов, нет, соответственно, каких-то функций организма. Организм уже утрачивает свое здоровье, свое правильное функционирование, правильный вот этот мотор, который в нас заводится при рождении. Самый активный расход железа у нас происходит в митохондриях, такие маленькие в наших клеточках структуры, которые, их можно назвать такими энергостанциями, теплостанциями нашими. То есть они производят огромное-огромное количество энергии, поддерживая существование всего нашего организма. И без железа, опять же, митохондрии не могут существовать. То есть вот куда железо тратится, куда оно расходуется, и что случается, когда этого железа у нас мало. Теперь давайте, наверное, пробежимся по причинам. Почему, по каким причинам мы недополучаем железо. Но самое основное – это питание. Причем, как я уже сказала, это относится ко всем категориям, и к вегетарианцам, и к невегетарианцам. Наш современный рацион питания по большему проценту населения неполноценный. То есть вроде бы мы тарелку свою чем-то набиваем, и животы свои набиваем, но качество, конечно, очень страдает от этого. Об этом мы всегда пациентам своим рассказываем, что рацион должен быть полноценным, чтобы было разнообразие, разнообразное питание. От этого зависит здоровье желудочно-кишечного тракта. От этого будет зависеть усвоение разных микроэлементов, витаминов и так далее. Поэтому в рационе обязательно должны присутствовать максимально разнообразные продукты, в том числе железосодержащие продукты. То есть это основная из причин, почему железо человек недополучает. Второй момент – переизбыток углеводов, переизбыток сахаров, переизбыток провоспалительных продуктов, таких как молочные продукты, рафинированные продукты, отсутствие клетчатки, отсутствие зелени, овощей, много сладкого, много газировок чая крепкого, кофе и так далее. То есть все это бьет по состоянию здоровья желудочно-кишечного тракта, по микробиому, микрофлоре, которая сама по себе является очень важным компонентом в усвоении. То есть не просто так у нас там эти микрофлоры, микроорганизмы существуют в кишечнике, они нам очень сильно помогают усваивать микроэлементы, витамины, которые мы с вами съедаем и много чего сами производят. Поэтому без здоровой микрофлоры не будет здорового организма. И на сегодняшний день огромное тоже внимание уделяется именно микробиому. И даже еще остается большим вопросом, кто на самом деле хозяин. Они у нас или мы у них. То есть мы друг без друга жить не можем. То есть проблема микробиома и проблема усвоения железа тоже рука в руку всегда идут. Следующий момент, если это уже касается желудочно-кишечного тракта, это паразитоз. Тоже такой момент щепетильный, актуальный. То есть различные виды паразитов, которые в кишечнике существуют, они нас обкрадывают. Ну не только по железу, по другим витаминам, минералам, компонентам. Но железо они очень любят. Именно для поддержания своего существования. Поэтому какая-то хроническое железодефицитное состояние, анемии. Особенно дети, которые вроде бы не кушают нормально, но уже имеют это состояние. Всегда мы должны исключить паразитоз. И если он есть, предпринимать какие-то действия, чтобы с ним разобраться. Следующий момент, это повышенный расход. Повышенный расход железа, это, конечно, растущие организмы. Это ребятишки, дети, подростки, особенно спортсмены, у кого тяжелые физические нагрузки, беременные кормящие женщины. Люди после каких-то тяжелых заболеваний, инфекционных, либо травм, операций, это всегда тоже большой расход железа, потому что требуется энергия для восстановления организма. А энергия – это всегда железо. То есть для того, чтобы энергию свою поднять, всегда нужно энергия железа в достаточном количестве. После травм каких-то, после кровопотек, понятно, это тоже будет потеря большая железа. Немножечко возвращаясь к желудочно-кишечному тракту, есть определенные лекарственные препараты, которые препятствуют усвоению железа. Часто у нас, ну, по крайней мере, по своей практике, я вижу пациентов приходят, которые принимают разные препараты от изжоги, от боли в животе, ингибиторы протонной помпы, альмальгели, всякие амезы и прочие-прочие такие вот лекарства, которые снижают кислотность желудочного сока, блокируют выработку соляной кислоты и при вот этом состоянии сниженной кислотности желудочного сока мы автоматически впадаем вот в этот железный дефицит, потому что отсутствуют условия для усвоения железа. Нет уже перехода вот этого валентного состояния, двух-трехвалентного, белок хуже усваивается, то есть, соответственно, усвоение будет значительно ниже. Еще один момент, связанный с питанием, это снижение потребления уровня белка в целом, то есть, не только железосодержащих продуктов, а белковосодержащих продуктов, то есть, в рационе питания, когда в основном углеводистая, какое-то там мучное в основном, какие-то крупы, макароны и так далее, белка мало, белок это очень важный кофактор, помощник для усвоения железа, поэтому при дефиците белка однозначно всегда будет и дефицит железа. Ну и самая тяжелая группа пациентов, которые страдают дефицитом железа, это онко, онко пациенты, но здесь на самом деле большой-большой всегда вопрос, что первично, то есть, онкология, дефицит железа, либо дефицит железа, онкология, потому что в условиях гипоксии, в условиях дефицита железа, гипоксия, которая является следствием дефицита железа, очень хорошо себя чувствуют всегда только эти злокачественные клетки, клетки нехорошие, потому что они могут существовать и без кислорода, им кислород для развития, для размножения не нужен, кислород нужен здоровым клеткам, качественным клеткам, когда в условиях гипоксии растет только зло, только злокачественные клетки, поэтому онкология это всегда знак равно, гипоксия это всегда дефицит железа. Да, проблема-то в чем еще глобальная? Что специфического какого-то симптома дефицита железа нет. Очень много проявлений, но они маскируются под различные совершенно состояния и заболевания. Начиная от слабости, утомляемости, плохой сон, раздражительность. Ну, часто люди даже это вообще никаким образом не связывают с дефицитом железа. Ну, подумаешь, устал, ну, все устают, стрессы там на работе, какие-то проблемы. Никто на это внимание не обращает. Раздражительность, какая-то плаксивость. Со стороны мышц, допустим, слабость, плохо переносятся физические нагрузки. То есть, если спортсмен, допустим, раньше он, допустим, отжимался там сто раз, а теперь и тридцати не может. Сложно подняться там на четвертый-пятый этаж, одышка появляется, шум в ушах, зябкость конечностей рук-ног. То есть, вот такие совершенно-совершенно разнообразные неспецифические проявления. То есть, до того, чтобы гемоглобин упал и человек это увидел в анализах, это должно пройти достаточно большое количество времени. Гемоглобин держится до последнего, организм компенсирует изо всех сил свой гемоглобин, держит его. То есть, чтобы развелась анемия, это годы уходят, и мы просто это упускаем. И вот наша большая задача не допустить анемию, остановить вот это развитие вот этого дефицита железа на этапе только-только самых-самых первых клинических проявлений. На самом деле, даже общий анализ крови нам уже много о чем рассказывает. Очень важный момент, что лабораторные референсы, так называемые, которые в лаборатории выдают, не имеют никакого отношения к нормам. То есть, когда вы получаете бланк с анализом и видите вторую колоночку, где написаны референсы или даже там норма, это совершенно не норма. Норма, это доктор должен в голове у себя держать. Реперенсы, это просто среднестатистические такие показатели, то есть, от и до, какие обычно в лаборатории показатели получают. Но что мы можем увидеть в общем анализе крови? Гемоглобин. Гемоглобин для женщин, ну, как минимум 130 должен быть. Для мужчин как минимум 145, то есть 150. То есть, когда мы видим гемоглобин уже на нижней границе референса, это уже тревога, это уже во все колокола нужно бить и искать глубже причины, искать на каких этапах нарушения. Я хочу акцентировать на гемоглобине момент, потому что бывает гемоглобин высокий, но это не говорит о том, что нет гипоксии. Здесь очень-очень важный момент. То есть, бывает гемоглобин, организм компенсаторно повышает количество гемоглобина для того, чтобы хоть как-то, хоть количеством немножко вот с этой гипоксией справиться. Ну, это классический пример, знаете, когда спортсмены уезжают в высокогорье, ну, либо вот горцы. У них всегда гемоглобин завышен, потому что в условиях гипоксии такой вот естественной, да, когда кислорода в воздухе не хватает, организм повышает сразу вот этот белок, важнейший для того, чтобы перетащить как можно больше кислорода. Вот, поэтому гемоглобин, да, очень важный показатель, но тут есть нюанс, на который мы всегда обращаем внимание. Но, в общем, анализы крови есть другие моменты. Это количество эритроцитов, гематокрит, объем эритроцитов, концентрация гемоглобина в эритроците. То есть, вот такие тонкие уже моменты, тонкие показатели, по которым мы уже можем видеть, что да, да, есть, даже если не аномит, есть скрытый дефицит железа. По гематокриту, по количеству эритроцитов мы можем заподозрить дефицит белка. По объему эритроцитов мы можем понять, насколько хватает витаминов группы В и омега-3, полинасыщенных жирных кислот. То есть, вот такие очень важные моменты. По лейкоцитарной формуле, когда мы общий анализ крови сдаем, там же еще и лейкоциты, и лимфоциты, и зенофилы, мы уже можем увидеть, что в кишечнике и азенофилы часто повышаются при паразитозах, при дисбиозах. Вот, нитрофилы, допустим, сдвиг лейкоцитарный, какой-то лимфоцитарный сдвиг, тоже здесь мы можем подозревать какой-то начаг хронического воспаления, либо острого воспаления. Дефицит белка тоже по этим показателям мы можем видеть. То есть, общий анализ крови в грамотных руках, он уже очень много может нам прояснить. Здорово! Еще бы мне очень хотелось остановиться на таком моменте, что необходимо для того, чтобы железо максимально хорошо усвоилось. То есть, мы, например, в стандартной такой нашей медицине, когда пациент обращается с анемией, ему просто назначают препараты какие-то железа, отправляют его там на месяц, на два, и на этом все дело заканчивается. Человек железо это пропивает, вроде бы там гемоглобин у него поднялся, проходит какое-то время, и как будто никакого лечения и в помине не было. То есть, все это железо куда-то утекает, куда-то пропадает, в чем причина непонятная. Причина во многом здесь еще и в том, что для максимально качественного, хорошего усвоения железа нужны помощники, так называемые кофакторы. Кофакторы, которые будут помогать этому железу усваиваться. И у железа таких кофакторов несколько. Это в первую очередь белок. Необходимы витамины группы В, В9, В12, в первую очередь. Необходим витамин С, аскорбиновая кислота, для того, чтобы хорошо проходила смена валентности железа. Необходим омега-3, полинасыщенные жирные кислоты, витамин Д. Это самые-самые основные кофакторы, самые основные помощники, которые мы должны учитывать в комплексной терапии, в комплексном восстановлении железа. Белок. Почему без белка не усваивается железо? Железо у нас в организме просто так не плавает, не циркулирует в кровотоке. Для него нужен всегда какой-то транспортер, переносчик. Если мы с вами съедаем железо, неважно, с продуктом и питанием, либо с каким-то лекарственным препаратом, либо с добавкой, железо это усваивается в кишечнике, через просвет кишечника в кровоток. И в кровотоке его тут же подхватывает специальный белок, трансферин. Белок, обратите внимание, если общий уровень белка в организме снижен, будет снижен и белок трансферин, который участвует в переносе железа. Поэтому очень важно на этапе компенсации дефицита железа компенсировать уровень белка. Дальше этот белок трансферин. Это как такие транспортные вагончики, как тележки. Вам переносят этот белок железа дальше к органам и тканям, где уже внутри органов и тканей его депонирует другой белок, ферритин. Это такой белок, как сундучок, то есть туда все железо складируется и в случае какой-то острой необходимости оттуда будет расход. И вот этот ферритин, опять же, при общем снижении уровня белка, ферритин будет тоже снижаться. Ну просто неоткуда брать строительный материал, откуда синтезировать новые белки, если вообще белка мало. Но бывают ситуации, когда мы по анализам видим высокий уровень ферритина. И тут у многих возникает вопрос, ага, ферритин у меня высокий, значит у меня все в порядке. Не всегда, не всегда, я сразу скажу, здесь очень много нюансов. И мы никогда не оцениваем уровень железа только по одному, допустим, уровню гемоглобина и только по одному уровню ферритина. Есть еще другие показатели, которые мы оцениваем всегда в целом в комплексе. Повышенный ферритин бывает сложно завышенным. Это правило на фоне воспаления, какого-то хронического воспаления, либо после острого перенесенного какого-то воспаления, будь то инфекция, будь то какой-то хронический очаг воспаления, где-то больные суставы, где-то больная печень и так далее, много разных причин. Но очаг воспаления есть. И такой ферритин, его еще называют белок острой фазы. То есть он реагирует на воспаление и повышается при воспалении. Но внутри железа может не быть. Поэтому очень важно при лабораторной диагностике оценивать комплекс показателей. И гемоглобин, и трансферин, и ферритин, и коэффициент насыщения трансферина. Это самое основное. Вот это, чтобы вы понимали сами и могли немножечко свои как-то анализы интерпретировать. Скажите, а почему бывает часто у многих людей есть сейчас такая проблема, что ферритин снижен и очень сильно, и сколько бы железа люди не принимали, в какой форме все равно железом может пойти, ферритин низкий? Юрий Андреевич, да, такое совершенно, наверное, часто бывает, именно когда общий пол белка снижен. То есть уровень белка в целом в организме снижен, и организм не может насинтезировать вот этот свой ферритин. То есть мы железо можем давать, можем принимать препараты, можем кушать продукты какие-то железосодержащие. Но до тех пор, пока мы уровень белка в организме не поднимем, уровень ферритина тоже не повысится. То есть это такое кратковременное будет лечение. То есть только препарат железом мы отменим, а ферритин мы не успели накопить, насинтезировать новый. Есть ещё такое по практике, что когда некоторые врачи назначают знающие лактоферин, вот поднимается. Лактоферин, он больше работает с трансферином, повышая белок трансферин. Не столько ферритин, сколько трансферин. Да, действительно, препараты лактоферина сейчас есть, и они помогают именно на этапе усвоения в просвете кишечника, работают там. Мне недавно одна компания, ну, испанские препараты, очень качественные, вроде как на европейском рынке, лучшие предложила. Когда я посмотрел состав и стал изучать, там было 9 Ешек, какие на что влияют, и потом связался с ведущим врачом вот этой лаборатории, она так, пожимая плечами, ну да, да, а там вплоть до онкологии побочные действия, там страшные побои. Я даже не стал связываться с этими препаратами, поэтому вот я, например, сейчас не знаю безопасных лактоферинов, или аналоги, которые могут повысить тот же трансферин и частично ферритин. Вот проблема. Если испанская компания, я поняла, о чём идёт речь, да, но лактоферин – это же наш естественный белок, лакто, молоко. То есть это белок, который содержится в грудном молоке, и мать своего ребёнка защищает этим белком. Но синтетически, конечно, тут вопрос о том, какой препарат выбирать – синтетически, либо всё-таки искать какой-то, да, натуральный. Абсолютно. Синтетические препараты в любом случае имеют побочные негативные действия. Это так же, как тот, те же синтетические витамины, они очень многие опасны. Натуральные путём экстракции, другими способами получены – это совершенно другое дело. Одно дело витамин С из растения, которые, да, концентрируются, а другое дело синтетика. То, что Лайм и Споллинг, ты лауреат Нобелевских премий двух, он-то был прав по сути, но не прав по форме, так сказать, потому и умер сам, и жена его от рака, между прочим, хотя боролись и пытались сверхвысокими дозами С витамины отсрочить и оттянуть, и, скажем, ну, убрать такую вероятность. Однако всё-таки такая проблема именно потому была, в основном, главной причиной, что это синтетические дозы высокие влияют как раз на неправильное деление клеток. То есть они вызывают как раз ошибки. Никогда структура, полученная вот эта синтетическая, не сравнится с природной, так сказать, живой, да, вот этой хилатной, разной. Согласна абсолютно, то, что придумано природой, это то, что нами усвоится однозначно лучше, максимально, и пойдёт на пользу, и даже если какая-то там речь о передозировке, это организм просто мягко это всё от этого избавится, выведет. С синтетикой уже совершенно по-другому обстоят ситуации, да. Зачем нам витамины группы В и железо, как это связано? В9, В12, самые основные. Эти витамины участвуют в кроветворении, в костном мозге. То есть они, именно они участвуют в созревании эритроцитов, то есть тех клеточек, которые на себе переносят кислород. Без витаминов группы В эритроцит будет нездоровым, некачественным. Как правило, такие эритроциты крупные по размеру, это мы видим в общем анализе крови, увеличенные такие распластанные эритроциты. Чем это опасно? Эритроцит должен быть мягким таким, гудоперчивым, как гимнаст. Он должен просочиться в мельчайшие капиллярчики, в мельчайшие сосуды, чтобы дойти до каждой клеточки, до каждого органа, до каждой ткани. Когда эритроцит крупный, чисто механически он где-то застрянет. То есть какая-то клетка уже просто недополучит этот свой заветный кислород. Такие эритроциты считаются нездоровыми. Поэтому очень важно следить за уровнем витаминов группы В, В9, В12. Но особенно считается, опять же, возвращаясь к вегетарианцам и невегетарианцам, всегда считалось, что только вегетарианцы страдают дефицитом витаминов В12 особенно. Потому что, как правило, он только в животных продуктах содержится. Но на сегодняшний день равнозначно весь этот дефицит я у своих пациентов вижу очень часто. Опять же, это на этапе усвоения проблемы, на этапе желудка и кишечника. В первую очередь, оттуда проблема идет. На этапе нарушения микрофлоры, потому что своя микрофлора тоже синтезирует эти витамины. Поэтому работать всегда нужно и с питанием, и со здоровьем желудочно-кишечного тракта. Но, опять же, без восполнения дефицита уровня витамина группы В, мы с вами не полноценно восполним дефицит железа. То есть, железо можем пропить, но через какое-то время опять мы в этот дефицит провалимся. Поэтому вот эти очень важные кофакторы. Витамин С нужен для максимального усвоения в просвете кишечника. Чтобы железо, это такой элемент со сменой валентности, то есть он постоянно переходит из двухвалентной в трехвалентной, обратно туда-сюда. Для этого нужен какой-то источник окисления. Витамин С является хорошим источником. Но здесь основная проблема в таком некомплексном лечении, неполноценном. То есть, каким-то вырванным таким вот куском. То есть, мы одно железо только, как правило, за него цепляемся. Мы его стараемся наесть, напить. А про все остальное, либо кто-то об этом просто не знает, либо не уделяет такого достаточного внимания. То есть, вот именно кофакторам. Кофакторам для того, чтобы это железо усвоилось. Потому что, на самом деле, часто бывает и даже железо-то достаточно. Железо самого достаточно, но недостаточно вот этих помощников. Недостаточно помощников, которые будут железу этому помогать, усвоиться, запастись и стать активным в нашем организме. Это вот очень важно тут тоже зрителям сказать. Это вот как проблема остеопороза. Все начинают вот эту песню петь про дефицит кальция. Ее вообще быть не может, дефицит кальция. Но вообще не может быть, если вы, грубо говоря, не только один хлеб белый из вот этой пшеничной высшего сорта муки едите. Потому что, если вы хоть какую-то зелень едите, то все, что зеленого цвета, это не только магний, но и железо. Магний вообще зеленый цвет придает за счет минерала магния. Но дело не в этом, не только. Кальция есть практически везде. Кальция есть в том числе в зелени всегда. Но плюс какие-то овощи, фрукты люди едят в любом случае, хоть какие-то. Поэтому тут проблема только в витамине D3, который дефицит у всех. Потому что, чтобы кальций дошел до костей и усвоился, нужен витамин D3. А второй момент, который даже врачи почти никто не знает и не говорит, чтобы одно дело, кальций должен усвоиться этот раз. А чтобы он удержался в кости, не вымывался оттуда, нужен витамин К2. Тоже некоторые врачи говорят, витамин К, не бывает витамина К, бывает витамин К1 и К2. Это разные витамины и разные функции несут. К1, грубо говоря, чтобы сосуды крепкие, микрокапилляры были, и чтобы зубы, вот, когда человек чистят, не кровоточили. Ну, это я примитивно говорю, там другие функции очень важные есть, да, там свертываемость белка там и так далее. Вот. А что касается К2, это как раз удержание кальция в кости. Поэтому проблем с кальцием вообще нет никакой, это безграмотность. Поэтому, когда говорят, пить молоко надо, чтобы кальций получить, это такой бред, это такая бредятина. Вокруг откуда тогда кальций в молоке у коров образуется? Они не едят молоко, не пьют, да, и не едят другое. Ну, хоть люди бы... Самая, знаете, какая большая проблема? Это то, что после Сталина перестали изучать в средних и старших классах науку логика. Вот самая большая проблема. Всё остальное это вообще не имеет значения. Потому что если бы человек получал, имея знание о том, как строить мысли, вот, структурировать их и понимать из того, что ты изучаешь вообще, да, нужно обладать структурным анализом, таким логическим мышлением, логику надо изучать. Но кому это врождённо не дано, мало кому это дано врождённо. Поэтому вот большая беда. А сейчас, имея переизбыток информации, но не умея отчленять, вычленять важное, да, не умея мыслить логически, люди тонут в потоке этой информации, так сказать, мух от котлет, что называется, отличать, отделять не могут. Вот так вот. Ну что ж, тогда если всё о причинах, о взаимосвязях, в общем-то, сейчас понятно, действительно, зрителям теперь стало, я надеюсь, потому что действительно каша в голове в этой теме, то, может быть, перейдём тогда к вопросу, как быть, как увеличить, поднять и железо, не просто там принимая сейчас какие-то препараты, вот прям на этом этапе поднять, а завтра что будет. Ну, понятно, что нужно убрать те причины, первопричины, которые привели к низкому железу, к проблемам с ферритином, трансферином, и анализы какие сдавать, чтобы контролировать, теперь ясно. А как глобально? Вот убрали паразитов, потому что паразит – это большая тема. Та же аскорида, да, например, так сказать, выпивает взрослый особь до 30 мл крови из кишечника, пробуравливая его, и это потери, говорят, вот женщины месячные, ну, это понятно, что одна из причин, да, дефицита железа бывает обильные, когда у некоторых, это, пулевые ранения, там, не знаю, у раненых бойцов, ну, это тоже, да, причина, естественно, дефицита железа, но это восполнимое, это периодическое, это всё понятно. А вот паразитов никто не учитывает, как правило, а и врачи, даже многие, не назначают срочно сдавать анализы на определённые виды паразитов, которые, по крайней мере, вот, ну, сразу на ум приходят, типа аскорид. Хотя, безусловно, и через кишечник можно высасывать те же бычьи цепни, да, всей большой поверхностью тела могут высасывать огромное количество питательных веществ из кишечника, в том числе и железо, которое не будет просто всасываться в кишечник, через кишечник в кровь, и, соответственно, будет дефицит, это ясно. Но если мы убираем паразитов, а надо проходить антипаразитарные программы, я всем говорю, два раза в год, ну, какие, всё, ссылку дадим тоже. Вот почему, собственно говоря, мы и решили, да, провести эту вот лекцию, ликбез, что изменилось, что появилось принципиально, может быть, новое или хорошо забытое старое, какие свойства обнаружились у пихтовых компонентов, скажем так, которые помогут решить эту проблему, и почему, что такого удивительного здесь? Юрий Андреевич, я, знаете, ещё маленечко по витамину D хочу добавить. Давай, давай. Да, потому что витамин D, вы очень важный момент отметили по усвоению кальция, но он точно так же нам необходим и при усвоении железа. Каким образом? Связь вроде бы такая, на первый взгляд, непонятная. Витамин D – это всегда иммунитет, иммунитет везде причём. Это и иммунитет противовирусный, противобактериальный, и в том числе иммунитет кишечника. То есть при дефиците витамина D кишечник точно так же страдает. Кишечник – это вообще конгломерат иммунных клеток, иммунных лимфоатических узлов. То есть там барьер очень мощной иммунитета стоит. И при дефиците витамина D и микрофлора страдает, и создаются такие благоприятные условия для размножения всех этих паразитов, и для того, чтобы они там прижились. То есть даже если человек проходит противопаразитарную программу, но при этом остаётся в дефиците витамина D, всё равно у него предпосылки остаются для того, чтобы опять-таки прекрасно там всё это дело заселилось. Поэтому витамин D, вот для чего, какую роль он играет в усвоении железа. То есть вот этот дефицит, глобальный дефицит витамина D приводит к нарушению работы кишечника микрофлоры, который в свою очередь приводит к нарушению усвоения железа. Вот такой вот замкнутый круг. Вы знаете, очень важная тема. То есть дело в том, что вот у меня было 2 или 3 видео на канале выходило про витамин D3. У витамина D вообще, глобально говоря, очень много важных функций и задач. И с иммунитетом, совершенно верно, с кишечником. Поэтому, кстати, некоторые люди думают, вроде и более-менее питаются правильно. И, в общем, в целом здоровый образ жизни ведут. А вот постоянно кишечные расстройства, дисбактериозные состояния. Очень часто бывает, когда, ну да, там убирают паразитов, прочее, все вроде нормально. А вот начинают принимать приличные дозы витамина D3, потому что сейчас в дефиците он у всех. И солнце никакой нигде. Даже вот из Калифорнии там пишут, где-нибудь, я не знаю, из самых южных солнечных стран и государств, регионов, что голыми ходят целый день, дефицит все равно есть. Так вот, почему? Это отдельный вопрос, что изменилось планетарно сейчас, что-то изменилось глобально. Это точно лет там 20 назад условно. Но скажу так, что устранив дефицит витамина D3, в очень многих случаях проходят и проблемы с кишечником. Однозначно, однозначно, да, я совершенно согласна. Да, проблемы с кишечником – это проблемы со всем организмом рано или поздно. И еще один важный такой помощник у фактора – омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты. Каким образом они тут влияют? Омега-3 – это строительный материал, структурный материал каждой клетки. Он входит в состав мембраны каждой клеточки, в том числе в мембрану клетки эритроцита, того самого главного нашего переносчика гемоглобина. И до тех пор, пока мембрана будет нездоровая, пока она будет некачественная, неэластичная, неполноценная, эритроцит будет больным. И вот этот гемоглобин не будет достаточно клетко протискиваться в эти мелкие капилляры, в мелкие сосудики. То есть эритроцит такой становится ригидный, некачественный, с стеночкой такой не очень здоровой. И еще очень-очень важный момент, что мешает, мешает именно даже не столько усвоению железа, а сколько уже вот его усвоение на уровне клетки, это повышенный уровень сахара, гликация так называемая. Это к вопросу о питании, о чрезмерном злоупотреблении углеводами, причем не только с рафинированными сахарами, но и с крытыми сахарами. В принципе, вот это частое дробное питание, бесконечные перекусы, чай, кофе и прочие-прочие вещи. Во-первых, это и по микробиому опять бьет, по здоровью кишечника, и это провоцирует развитие гликации. Процесс, который, если образно его сравнить, это склеивание белков. То есть вот этот избыток глюкозы, который уже в клеточку не заходит, в кровотоке становится очень токсичным. И долго, особенно долго живущие белки склеиваются, становятся такими ригидными, неправильно теряют свою функцию. К долго живущим белкам как раз относится гемоглобин. Гемоглобин живет у нас 3 месяца, поэтому в течение 3 месяцев, если он гликирован, если он склеен этим сахаром, он уже не будет отдавать кислород. То есть мы с вами можем это железо и съесть, и выпить, но гемоглобин уже этот кислород не отдаст клеточке, потому что гликированный гемоглобин, у него нарушена диссоциация, то есть он гемоглобин очень плохо отдает. И гипоксия вот на этом этапе происходит. То есть вроде бы я пью препараты железа, но тут же параллельно там это все чаем сладким запиваю, то, конечно, фликация, она мешает, мешает своими. Вот вы очень важную тему подняли. Я постоянно в своих видео уже года как минимум 2 в той или иной связи и везде вижу взаимосвязи, говоря о проблемах сахара в рационе питания, глюкозы, фруктозы, вообще в целом избыточного их количества, как раз проблемы со здоровьем во всех сферах наблюдаются здесь. Потому что начинается, естественно, с кишечника, начинается с инсулинорезистентности, которая является преддиабетом второго типа, а потом уже диабетом, но тут сразу проблем куча. Это я зрителям еще раз напомню мою лекцию посмотреть инсулинорезистентность, что будет, если вы откажетесь от сахара сладкого на 10 дней, ну и так далее. И насчет дробного питания. Вот в очередной раз, раньше считалось, что это хорошо, правильно, наоборот, это абсолютная глупость. И вы тем самым скачки сахара, инсулина в крови, соответственно, поднимаете, у вас постоянно повышенный сахар, постепенно все те же проблемы развиваются. А вот, например, интервальное питание, так называемое интервальное голодание, 6-18, 4-20, как раз противоположности этому. То есть как раз этот путь к здоровью для многих единственный, особенно для тех, кто не может похудеть. Говорят, я не ем, а не могу, потому что у вас уже замедленный обмен веществ, и уже, так сказать, там даже может подойти, придется и, грубо говоря, 4-48 условий. Ну, то есть, вернее, 48 промежуток между питаниями. Но это отдельная вообще тема, не будем сейчас об этом. Да, и еще проблема в этой связи нашей темы повышенного сахара в питании человека, вот это гликирование, что происходит, ведь уже гемоглобин и эритроцит живет меньше, чем он жил бы, если бы человек не ел сахар. Он будет просто по количеству времени жить. То есть, во-первых, кислорода меньше доносится до каждой клетки, а расход белка, опять-таки, увеличится, потому что погибая белковые клетки, а это все белки, вообще все, витамины, ферменты, гормоны, да, это белковые природы вещества. И чем меньше будут жить любые клетки и вот эти соединения в нашем организме, которые самые организмы синтезируют, тем он вынужден будет больше синтезировать, и чаще эти же вещества, а значит, мы получаем замкнутый порочный круг. То есть, когда нам опять нужен белок, а его и так в дефиците, да? То есть, его и так мало не хватает, он в дефиците, а мы тратим его, не соизмерим. Вот, кстати, поэтому, говоря насчет мясоедения, что это ничего может не дать человеку вообще даже в этом смысле, потому что вопрос-то не только в том, какой, сколько и как усвоится белок, а белок просто так усвоиться не может. Вот кто не знает, я поражаюсь этому, в школах учили этому, но люди не помнят, что любой белок, вообще любой белок, какой в организм поступает, он должен разобраться до аминокислот в ЖКТ, в кишечник из тонкого кишечника, в кровь, вернее, всасываются монокомпоненты, то есть, аминокислоты, которые током крови доносятся до каждой клетки организма, а там уже в органеллах и рибосомах происходит сборка белка, это называется биосинтез белка. И в этом смысле для питания человека белок не нужен, нужны аминокислоты. А высокомолекулярный белок, чем он сложнее, да, чем цепочки длиннее, они сложнее в том, чтобы их организм разобрал до мономеров, до аминокислот. Так что тут как раз никакого отношения, так сказать, вот именно к дефициту железа и всем прочим проблемам мясоедения или вегетарианства как раз не имеет. Напротив, с вегетарианством здесь проще. Просто есть проблемы у людей, те проблемы, которые они просто не знают, не думают о них, и врачи не говорят многие, к сожалению, потому что многие просто сами не знают. Вот они проблемы. Дефицит витамина D, дефицит витамина C, витамина B9, фолиевой кислоты B12, соответственно, повышенный сахар в рационе питания, плюс, ну да, там стрессы, они там опосредованно влияют, там, периодически, да, это проблемы с кишечником, но они вызваны как раз дефицитом витамина D3, излишним сахаром в рационе питания, постоянным вот этим дробным питанием, перекусами, по-другому говоря, ночными, вечерними питаниями, плюс к этому добавим, потому что полноценно работать поджелудочная железа не может, когда человек ест постоянно, это тоже вообще отдельная тема, да, потому что у него должен быть период покоя, обязательно, когда она решает свои внутренние проблемы регенерации и так далее, ну, доказательством тому, например, старые врачи это знали, что если панкреатит у человека, вот, острый приступ, то спасти его можно только лишь абсолютным голоданием, по-другому вообще невозможно, ну и так далее. Вот эти взаимосвязи, вы внимательно, дорогие друзья, я советую вам, пересмотрите это очень важное видео и законспектируйте, я сейчас мог не все по памяти пункты сказать вот этой проблемы, ну, дефицит самого белка, то есть не хватает белка, а дефицит белка не потреблением мяса устраняется, а потреблением пищи с высоким содержанием всех, в том числе незаменимых аминокислот. Например, крапива, например, крапива содержит все незаменимые аминокислоты, овес, овес содержит все незаменимые аминокислоты. Кстати, между прочим, и именно в том числе потому, например, лошадь, если как корову кормить травой, вот полностью любыми травами, произрастающими на плодородных почвах, Этого будет недостаточно для её выносливости, силы и тяговых вот этих нагрузок. А овёс именно даёт это, и мышцы какие, и так далее. Но не потому, что, значит, вы скажете, что вроде это для лошади одно, для нас другое. Нет, как раз с овсом тут дело совершенно не так. Это вообще отдельная, уникальная тема. Я был на эту тему в видео про овёс. Ну и многие продукты содержат все растительные, незаменимые аминокислоты. А кто заставляет есть один продукт, можно съесть 5-10 продуктов растительных, в которых в одном есть 7 из 8 незаменимых аминокислот, в другом 5, да? А совместные будут все. Поэтому дело здесь совершенно не вот в питании в плане мясоидного вегетарианства. А вот в этих проблемах вот это надо понять, что просто глупость такую больше никто из вас не говорил. Но это же важно быть человеком образованным и хотя бы знать в качестве ликбеза основы вот такие. Вот, но теперь вы знаете не только основы, а вот ещё важные взаимосвязи. Значит, получается, тем затронуто много, важных очень. Так что же надо усвоить вам, ну каждому человеку, чтобы вот не просто поднять сейчас, вот сегодня, приняв таблетку железа, а наладить просто этот обмен веществ и в частности железа, да? И в связи с этим самое главное, что чтобы жить дольше, жить качественней, прожить жизнь, соответственно, не испытывая дефицит кислорода. К чему? Потому что смерть это отсутствие, по сути, кислорода в тканях. А я потом скажу в конце, вот люди же спросят, ну как устранить дефициты вот того, что вы сказали? Витамин D3, С, я вот B-витамин, я про это скажу. Хорошо, то есть возникает у нас вопрос, как железо-то это восполнить, как его наесть. Конечно, традиционная медицина тут предложит ряд лекарственных препаратов, но опять же здесь вопрос в усвоении. То есть когда кишечники больные, когда есть какой-то очаг хронического воспаления. Вот эти все синтетические искусственные препараты, они частенько нам могут только ситуацию усугубить и нарушить и работу кишечника, и микрофоры. Поэтому очень часто пациенты сталкиваются там то с запорами, то наоборот с каким-то послаблением стула, то с аллергическими реакциями. Такое бывает, потому что больной кишечник туда бросать что-то сложно, то есть и рассчитывать на хорошее усвоение. И, конечно, я, как такой тоже натуропат, я всегда люблю, отдаю предпочтение препаратам натуральным, растительным, то, что создано природой самой. И концентрат на основе клеточного сока пихты, конечно, я считаю, это один из таких наших помощников, очень сильных. Почему? Потому что, во-первых, это источник легко доступного железа. Здесь железо находится в связке с специальным таким особым комплексом, хилатным. То есть хилатные формы аминокислотные, они позволяют веществам легче усваиваться именно на этапе усвоения процедии кишечника. Сейчас даже и искусственные препараты делают хилатные, но природные, да, конечно, то, что нам природа дает, это всегда будет легче, легче и естественнее. Кроме того, это хороший источник и витамина С, и минералов. Это очень мощный антиоксидант, то есть сам состав, он уже благоприятствует более легкому переходу вот этой валентности этого железа и усвоения. Сам концентрат является, тоже сам по себе, это такая горечь отчасти, то есть это улучшает работу желудочно-кишечного тракта, желчь оттока, что помогает, опять же, активации работы ферментов, то есть даже сам процесс пищеварения налаживается при приеме этого препарата. Это очень важно наладить работу кишечника, чтобы в дальнейшем из продуктов питания обычных вы даже и белок лучше усваивали, и железо тоже самое. То есть такой получается комплексный растительный препарат, который учитывает сразу несколько задач, которые мы обязательно должны решить с пациентом на этапе восстановления дефицита железа. А скажите, вот на практике, ведь с чего началось, вот наш общий знакомый и коллега, да, собственно, прислал мне письмо, в котором говорилось о том, что сейчас проводятся вот тестирования и были уже такие эксперименты, когда люди потребляли именно этот пихтель, да, препарат из пихтовой хвои полученный, потому что на основе пихтовой вот этой хвои получается несколько уникальных препаратов. Эспинелит мы знаем как сильный антипаразитарный препарат, который помогает даже тогда, когда вот многие хорошие комплексы не справляются, но скажем, когда у человека, например, поражение апистархозом, да, которое очень сложно, очень сложно вылечить, или там лимблиоз, то вот, хотя это простейший, это не паразит, в том смысле, что это глисты, да, это не черви, а именно это одноклеточные протозоидные простейшие, но просто по классификации-то я так скажу. Ну вот, но тем не менее, это большая проблема, вот лимблиоз у детей там, и вот эспинель справляется, когда его добавляют, вот скажем, с антипаразитарной программой. Это, у меня видео даже об этом было, дорогие товарищи, кому интересно, посмотрите, мы ссылку оставим под этим видео. Но теперь, ведь мы говорим сейчас о железе, ферритене, трансферине, и вот в этой связи, чем хорош и какие, вот мы видим, результаты, практические применения этого препарата Пехтель? Да, мы почему ещё обратились именно к этому препарату? Егор Александрович как-то случайным образом со мной созвонился и поделился опытом, что есть результат, то есть были результаты до начала приёма препарата, и спустя месяц приёма препарата, срок на самом деле небольшой, но уровень ферритина и гемоглобина у нескольких человек поднялся. И мы загорелись идеей проанализировать, насколько действительно это эффективно работает, и сейчас мы собрали группу у пациентов, у нас уже 70 человек, которые уже вот начали приём. Мы отследили их показатели основные по железу до начала терапии, сейчас мы в процессе приёма препарата, причём мы работаем с ними именно вот комплексно, то есть то, о чём мы с вами сегодня проговорили, над усвоением белка, над восполнением дефицитов витаминов группы В, омега-3, витамин Д, то есть в комплексе мы с этими пациентами работаем, и как источник железа мы используем препарат Пехтель. И в плане у нас работы на 3 месяца, в конце 3 месяца мы повторно сдаём анализы и будем делать наши заключения. Скажите, а как долго эти пациенты уже пропивают программу, есть ли какие-то промежуточные уже результаты? Мы на самом деле начали не так давно, то есть максимальный срок приёма у пациентов 2 недели, то есть по анализам мы ещё пока рано делать какие-то выводы, но по самочувствию мы постоянно на связи с группой, по самочувствию пациенты отмечают, кто-то пишет, мне легче вставать по утрам, у меня больше сил, у меня больше энергии, к вечеру я не такой разбитый, не такой сонливый. Ну то есть вот по общему состоянию люди чувствуют себя уже, изменения в себе. У кого-то со стороны кишечника изменения присутствуют, то есть вот даже за 2 недели есть результаты субъективные, то есть объективно нам ещё делать выводы рано, но субъективно да. Да, нет, но 2 недели для общего состояния, вот улучшения уже понятно, почему они вернее есть, скажем так, потому что, как я всегда говорю, комплексный подход, да, когда мы учитываем вот все причины, ну по максимуму, насколько это возможно, многие причины, первопричины, устраняем их, то безусловно результат не заставит себя ждать, потому что правильные миры, они приносят порой результат сразу. То есть иногда люди на следующий день уже чувствуют изменения, ну вот именно, что легче встать и больше энергии и сил. А потому что действительно ведь, по сути, устраняются главные причины не только вот проблемы с железом, а ведь это, так сказать, мы только одну тему взяли, организм гораздо сложнее, и не бывает так, что один препарат или одно вещество, да, влияет на какую-то только одну функцию или, да, один минерал там и так далее. Тем более, такие важные основополагающие темы, ведь у меня только видео, наверное, штук 20 было, вот от начиная витамина С, Д до группы В. Скажите, пожалуйста, вот нашим зрителям, как правильно применять и с какого, кстати, возраста, что еще важно, можно ли детям, какие дозировки пехтеля и как его правильно принимать? Вообще, железо очень такой капризный элемент и не любит присутствие многих-многих компонентов. Поэтому я всегда рекомендую любые препараты железа принимать отдельно от приема пищи, либо натощак, либо после еды, минут через 40, через час. Потому что такие компоненты пищи, как кальций, магний, фитаты, танины, они все препятствуют усвоению железа. Поэтому лучше не смешивать. Единственное, с чем я рекомендую, это витамин С. То есть витамин С, наоборот, наш помощник, и он будет только на пользу. Поэтому какие-то кислые ягоды, кислый морс, может быть, даже вода с лимоном запивать препарат. Вот это да, я так советую пациентам. Начинать, так как это концентрат, я рекомендую начинать с минимальных дозировок, то есть где-то с четвертинки чайной ложки, с половинки чайной ложки, постепенно увеличивая до одной чайной ложки. Мы, на самом деле, нет таких глобальных исследований именно по растительным препаратам. Поэтому пока у нас, на самом деле, такой какой-то интуитивный подход. И вот мы как раз по анализам потом отследим, насколько вот эта дозировка будет адекватной. Почему на одной чайной ложке я остановилась? Потому что считается вообще, что дробное такое поступление в течение дня железа хуже усваивается в просвете кишечника. Потому что идёт насыщение вот этих эпителиальных клеток кишечника, и дополнительное железо уже не будет достаточно хорошо проходить. Поэтому я рекомендую дозировку в один приём. Ага, то есть один раз в день. Значит, мы доходим до одной чайной ложки раз в день, и где-то минут там, ну, можно там за 30-40 до еды, например, с тем же витамином С, если он потребляется дополнительно отдельно, в виде там концентрата натурального, допустим, там, ну, разведённого в воде, естественно. Либо после еды, тогда минут через 40-50, через час после еды. Ну и отлично, потому что многие люди, например, до еды принимают, ну, скажем, грибные препараты какие-то за 10-20-30 минут до еды, другие какие-то препараты. И поэтому, да, вот это важно, чтобы люди знали, как это можно принимать в этой связи, ну, с тем, что они принимают что-то другое. Это совместимо. Просто по времени надо разносить. Вот и всё. Да, разносим по времени, совершенно верно. Вот ещё, что я скажу. Все необходимые коферменты для усвоения железа в виде БАДов вы можете приобрести на нашем сайте. Витамин С самый лучший в липосомальной форме, который усвоится на 100%. Как и витамин Д3 и витамин К2 тоже в липосомальной форме. Вы можете посмотреть, что это такое, перейдя по ссылке. Кратко скажу лишь, что это любой витамин или минерал, который покрыт фосфолипидной оболочкой, который не даёт раствориться, преобразоваться, измениться данному витамину либо минералу, пройдя по ЖКТ вплоть до клетки. А в клетке этот витамин или минерал отдаётся ей, вовлекается в биологический оборот, и фосфолипидная оболочка идёт на построение клеточных мембран, то есть полностью, что называется, безотходное производство. Полное усвоение. Витамины группы В вся линейка содержится в спирулине и хлорелле. Витамин В12 в аминопротеине. А омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, особенно ЭПК и ДГК, самые необходимые, незаменимые омега-3, все они находятся в препаратах профессора Исаева, например, препарате латтл с селеном или омофор. Ну а так необходимый белок, а точнее незаменимые аминокислоты, это препарат аминопротеин, либо конопляный протеин, либо протеин 4 в 1. Ссылки на все эти натуральные, экологически чистые, важные нутриенты будут под этим видео даны вам по ссылке. Наверняка многие из вас сталкивались с такой ситуацией. Есть какие-то жалобы, слабость, утомляемость, сонливость. Вы идете к доктору, сдаете какие-то анализы, приносите анализы, и вам говорят, все в норме, вы здоровы, не придумывайте, не выдумывайте. Наверняка у каждого такое случалось. Но согласитесь, если есть какие-то проблемы, если есть какие-то жалобы, это уже не норма. И давайте разберемся все-таки, что такое норма в анализах, и вообще какая она, есть она, она существует, или это все-таки какой-то мир. Сразу хочу на очень важный момент обратить внимание. Лабораторные референсы, которые вы получаете в бланках, в колоночках референсы, иногда лаборатория почему-то называет их нормами, референсы к нормам не имеют никакого отношения. Референсы – это просто усредненные показатели. Допустим, обратилась в лабораторию тысяча человек, минимальное значение они такое получили, максимальный показатель такое, и выдают нам вот эту статистику. То есть это среднестатистические показатели. Но к норме это не имеет никакого отношения. Норму знает только клиницист, отталкиваясь не только от лабораторных показателей, но и от клиники, и от самого человека. Второй момент очень важный. Мы не оцениваем, мы не ставим диагнозы только по одному какому-то анализу. Будь то гемоглобин, будь то ферритин, будь то витамины группы В. Мы в комплексе должны оценить все вот эти показатели, все анализы, и уже видя вот эту всю картину, целиком можем выставить какой-то диагноз, либо наоборот его снять. Поэтому, пожалуйста, никогда не выдумывайте себе какие-то диагнозы, не вычитывайте в интернетах какие-то страшные заболевания, если какой-то один анализ у вас выбивается из этих реперенсов. Следующий важный момент. Вот эти самые оптимумы, либо нормы, они очень-очень индивидуальны. Мы все с вами разные. У нас разный образ жизни. Кто-то занимается спортом интенсивно, кто-то растет, дети, например, кто-то беременный, кормящий, расходы тоже совершенно другие. У кого-то генетика особенная. То есть вот эти все значения мы должны еще привязывать к конкретному человеку, к конкретному пациенту. Мы лечим не анализы, мы не лечим человека по бумажкам, вот этим, по лабораторным. Мы лечим пациента, человека целиком. Лабораторные анализы нам только помогают выявить какие-то отклонения. Это очень-очень важный момент. Пожалуйста, имейте это в виду. И какие же анализы мы оцениваем при постановке диагноза дефицит железа, либо аминея? У нас их несколько. Первый, самый важный, конечно, это общий анализ крови и гемоглобин. У всех на слуху. Все знают, что нужно слезить за уровнем гемоглобина. Безусловно, это так. Безусловно. Мне бы хотелось на самых-самых важных таких моментах остановиться. Я не буду углубляться в медицинские такие дебри. Самые важные пункты, чтобы вы для себя оставили. Гемоглобин должен быть достаточно хороших всегда уровней. У женщин он начинается где-то от 130-140, у мужчин от 140-5-150, не меньше. Имейте в виду, что с каждым годом почему-то, это, конечно, объяснимо, почему, но даже в лаборатории снижают вот этот нижний референс. Все ниже и ниже он становится. Даже когда я училась в университете, он был где-то у женщин, допустим, в районе 128-130, а сейчас он уже 120. То есть, представляете, все ниже и ниже нас опускают. То есть, считается, что чем даже с низким уровнем гемоглобина, человек вроде бы как здоровый. Конечно, это не так. Конечно, уровень гемоглобина должен быть достаточно хорошим, высоким. Но здесь тоже есть очень такой важный момент. Он должен быть истинным. Гемоглобин – это истинным, наполненным железом. Потому что часто при дефиците железа и при аномии гемоглобин может повышаться, ложно было быть таким, ложно завышенным. То есть, гипоксия компенсаторно провоцирует завышение уровня гемоглобина. Это даже бывают и физиологические ситуации. Например, вы куда-то в горы уехали, там находитесь какое-то количество времени, кислорода в атмосферном воздухе меньше, организм испытывает гипоксию, и компенсаторно повышает гемоглобин, чтобы снабдить все ваши клетки с кислородом. Это физиология. Но есть патологии, например, артериальная гипертензия, сахарный диабет, болезни легких, либо длительное такое вот нахождение в гипоксии. Компенсаторно организм какое-то время помогает справиться с этой гипоксией количеством хотя бы гемоглобина. То есть, не качественным составом, а количественным. Но это, конечно, не бесконечное. То есть, рано или поздно гемоглобин при гипоксии все равно будет снижаться. Следующий важный показатель – количество эритроцитов. Эритроцит – это самая важная клетка, которая переносит кислород. Эритроцит мы должны холить и леветь. Он должен быть качественным, здоровым, гибким, эластичным, полноценным. Для того, чтобы протиснуться в мельчайшие капилляры, мельчайшие сосуды, каждую клеточку напитать кислородом. Эритроцитов тоже должно быть достаточно. У женщин где-то 4-4,5, у мужчин 4,5-5. Эритроциты живут 100-120 дней, поэтому любая тактика по восстановлению дефицита железа и анемии должна вписываться в эти рамки. То есть мы не можем лечить человека от дефицита железа 2-3 недели или месяц. Мы как минимум 3-4 месяца этим занимаемся, потом обязательно делаем контроль и при необходимости какие-то дальнейшие профилактические мероприятия принимаем. Это очень важный момент, потому что очень часто месяц пропивает железо, и на этом все дело заканчивается. Конечно, через месяц ситуация вернется в исходное состояние. Следующий важный момент не только количество эритроцитов, но и их качество мы можем оценить по общему анализу крови. Это такие показатели, как объем эритроцитов, MCV аббревиатура. По объему эритроцитов мы можем заподозрить уже дефицитные некоторые состояния. То есть в норме объем эритроцита должен быть где-то быть в районе 85-86. Это такой здоровый, хороший эритроцит. Если он уменьшается, микроцитоз это называется, это явный признак дефицита железа. То есть этот железодефицит провоцирует уменьшение эритроцитов в объеме. Если эритроцит, наоборот, увеличивается, распластывается по объему, это признак дефицита витамина группы В. В9, В12. Очень часто это случается, и омега-3 тоже в этом диоде замешано. То есть когда мы видим крупные, большие эритроциты, сразу мы можем уже заподозрить вот эти дефицитные состояния. Чем опасен большой эритроцит? Из-за своего большого размера он не может протиснуться в мелкие самые капиллярчики, в мелкие сосуды, поэтому некоторые ткани, некоторые органы будут испытывать уже кислородный блок. Поэтому очень важно держать эритроцит в правильном размере. Следующий показатель – это содержание и концентрация гемоглобина в эритроците. То есть насколько эритроцит наполнен гемоглобином. То есть эритроцитов может быть и по количеству достаточно, но внутри гемоглобина мало из-за того, что есть дефицит железа. Это показатель МСХ и МСХС в агревиатуре, в общем, анализе крови вы увидите. И вот этот МСХ, он должен быть не менее 32, МСХС не менее 36. Это хороший, наполненный железом, эритроцит качественный. Но, честно скажу, редко я такие показатели на первичном приеме вижу. Конечно, это нужно обязательно контролировать и восполнять дефицит железа. Еще один показатель – это распределение эритроцитов. Они могут быть… То есть правильные, хорошие эритроциты должны быть все примерно одинакового размера, одной формы. Это здоровые, хорошие эритроциты. Но бывает так, что один эритроцит больше, один меньше, один какой-то кривой, косой. Это называется распределение эритроцитов по размеру. РДВ – показатель, РДВ. Примерно он должен быть 12-15%. Это правильно, правильно такой размер эритроцитов. Это вот самое основное. Что еще? В общем анализе крови, упомяну, что есть еще и лейкоциты, и лимфоциты. Это клеточки иммунной системы, которые отвечают за иммунитет. Но понятно, что при дефиците железа будет страдать и иммунная система. Обязательно она не может работать в отсутствии железа. И, как правило, в таких ситуациях лейкоциты снижаются, а лимфоциты, наоборот, повышаются. Это так называемое истощение иммунитета. Как правило, такие реакции мы еще видим при синдроме усталых надпочечников, при аутоиммунных заболеваниях. То есть лейкоцитов мало, а лимфоцитов, наоборот, много. Но и железодефицит это состояние только усугубляет. Дальше есть еще очень важные клеточки – ретикулоциты. Тоже в общем анализе крови мы это смотрим обязательно, контролируем. Это молодые незрелые эритроциты, которые только-только вышли из костного мозга. Костный мозг – это место, где синтезируются эритроциты. Ретикулоциты – это молоденькие эритроциты, предшественники. И чем их больше, тем выраженнее тоже гипоксия. То есть когда мы видим много-много-много вот этих ретикулоцитов, то есть костный мозг напряженно работает, пытается насинтезировать вот эти новые эритроциты. Это тоже говорит о гипоксии. И по ретикулоцитам мы делаем контроль нашего лечения. То есть через месяц задаем анализы. Если они повышаются, то мы все верно делаем. То есть мы в костном мозге запустили кровотворение. Это общий анализ крови, без которого мы вообще никуда не двигаемся. Но это, конечно, далеко не единственный анализ, по которому мы оцениваем дефицит железа. Следующий очень важный белок, который мы оцениваем – трансферин. Трансферин – что это такое? Это белок-переносчик. Железо, которое мы с вами съедаем с продуктами питания, либо с препаратами, с добавками, должно усугиваться в кишечнике и должно подхватиться транспортером, каким-то белком-переносчиком. Железо само по себе и не циркулирует в кровотоке. Это элемент, который постоянно подвергается окислению, и нужен кто-то, кто его будет связывать. Так вот этим транспортером является белок трансферин. Трансферин, на самом деле, сегодня я вижу колоссальный дефицит этого белка. Вкупе с общим дефицитом белка очень сильно страдает и белок трансферин. И поэтому, применяя препараты железа, очень важно поднимать именно уровень трансферина. И далеко не все препараты показаны при дефиците трансферина. Потому что мы можем этим железом объесться, но усвоения и транспортировки в дальнейшем его не будет. И, конечно, огромным преимуществом здесь обладают растительные препараты на основе клеточного сока пихты, на основе сибирской пихты. Потому что там очень богатый комплекс аминокислот. То есть сами аминокислоты, они уже повышают уровень этого трансферина. Плюс железо там находится в очень легко доступной, легко усваиваемой форме, форме термальтольного комплекса. То есть это такой комплекс, который легко проникает, усваивается в просвете кишечника и легко усваивается в кровотоке. Это огромнейшее, огромнейшее преимущество, когда у нас, у пациентов выраженный дефицит железа, когда есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, когда он не может переносить какие-то лекарственные препараты, когда у него есть воспаление. То есть не все препараты железа показаны при воспалении. То есть в этом плане, конечно, растительный препарат, в том числе пихтель, огромным-огромным преимуществом обладает. Трансферин каким должен быть? Не менее 2,5, а лучше 3. То есть это достаточный уровень белка для того, чтобы перенести вот это все железо из кишечника. Очень важен еще коэффициент насыщения трансферина железом. Это уже более такой точный анализ, который показывает, насколько вот этот белок трансферин укомплектован, упакован этим железом. И вот этот коэффициент насыщения должен быть где-то в районе 45%. То есть часто при дефиците железа вроде бы даже и трансферин есть, но внутри он пустой. То есть внутри у него нет железа. Видите, сколько много-много нюансов при оценке комплексной ситуации. То есть должен быть трансферин, и внутри этот трансферин должен быть наполнен железом на 45%. Это очень хороший показатель. Следующий показатель – это железосвязывающая способность сыворотки. Очень сложное название, но смысл ее какой? По этому показателю мы оцениваем, насколько наша кровь, насколько наша сыворотка готова связать железо. И чем выше вот этот показатель, тем выраженнее дефицит железа. То есть когда железа в организме достаточно, сыворотка уже не захватывает много железа, ей его достаточно. И общая железосвязывающая способность сыворотки где-то на нижней границе референса, ну может быть там треть занимает. А если у нас дефицит железа выражен, вот эта железосвязывающая способность сыворотки огромная. Она готова связать все. Любое малейшее железо попадает в сыворотку, оно быстренько-быстренько связывается. И уже СС вот этот показатель бывает очень высоким. То есть он часто выходит даже за верхние границы референса. Это яркий признак дефицита железа. То есть мы тоже показатели всегда оцениваем. Следующий, наверняка, конечно, все о нем знают, это ферритин. Ферритин – это важный белок, хранитель железа. Такой наш сундучок, в котором хранится все железо, про запас на случай каких-то экстренных ситуаций, на случай инфекции, на случай стресса, на случай серьезных каких-то физических нагрузок везде нужен расход железа. Кровопотери у женщин случаются ежемесячно. Опять нужно это железо восполнять. Вот для этого нам нужен ферритин. Каким он должен быть? Вот здесь просто бесконечные какие-то споры, разговоры. Каким же должен быть этот ферритин? Я вам скажу, что верхней границы нормы не существует. Он очень-очень индивидуальный. Мы все с вами разные. Кто-то родился с огромной мышечной массой такой тяжелый атлет. Понятно, что ему нужно эти мышцы прокормить кислородом и железом. И такому человеку нужен ферритин достаточно высокий. А кто-то худосточный и занимается каким-то, не знаю, нефизическим трудом. Расходы железа совершенно другие. Понятно, для него норма будет совершенно другая. Беременные женщины. Опять же, растет новая жизнь в организме, которая сама по себе железо требует. Такому человеку опять же должен быть другой уровень ферритина. То есть нет, нет вот этих норм. Верхней границы нет. Норма должна быть такая, чтобы не было клинических проявлений дефицита железа. У кого-то этот ферритин может быть 100, у кого-то 120, а у каких-то спортсменов профессиональных, которым должен быть запас железа, 300 может быть. Но мы с вами должны быть уверены, что ферритин этот истинный, что он невоспалительный. Потому что часто после каких-то острых инфекций, либо хронических воспалительных заболеваний, ферритин повышается. Но это не значит, что достаточно железа в организме. Это говорит о том, что клетки разрушаются, и ферритин просто подхватывает вот это железо из разрушенных клеточек. То есть это не истинный, неправильный такой, нездоровый ферритин. Мы всегда это дифференцируем. И задача наша держать хороший ферритин на достаточно высоком уровне. По последним данным, есть американская ассоциация гастроэнтерологов, они упомянули, что ферритин менее 45, это уже он имеет. То есть мы даже по гемоглобину еще можем, как-то там вытягивает нас организм, но уже если ферритин менее 45, все, скоро гемоглобин упадет, скоро он рухнет, и железо исчезнет. Но условная константа, которую мы часто пользуемся, это вес плюс 70. То есть условная норма для минимальной, хотя бы минимальной, которую мы должны с вами поддерживать. Посчитайте, вес плюс 70, вот примерно таким ферритин ваш должен быть, но правильным, здоровым, с учетом того, что другие все показатели, которые мы с вами проговариваем сегодня, они тоже правильные в норме. Ферритин, наверное, основные моменты по нему все, потому что кто-то говорит, он должен быть там 30, кто-то 70, я вот свою позицию я высказала. Еще один показатель, который я тоже часто оцениваю, это лактат. Лактат – это молочная кислота. По ней я смотрю, насколько организм закислен, потому что в условиях гипоксии весь организм находится в закислении. Спортсмены это очень хорошо знают, то есть когда-то какие-то интенсивные физические нагрузки, на следующий день мышцы где-то побаливают, какая-то вот крепотую появляется, это вот тот самый лактат. То же самое происходит с организмом, когда нет железа, нет кислорода. Закисает, все закисает, и лактат повышается. Он должен быть где-то до единицы. Лактат – это говорит о том, что раскислений нет. Если мы видим лактат выше, то, конечно, сразу мы должны меры предпринимать. Это защелачивание организма, защелачивание питье, антиоксиданты, в том числе растительные антиоксиданты. Опять же, возвращаясь к пиктелю, это великолепный препарат, который на все моменты действует. Антиоксидантов там огромное количество, и он тоже способствует снижению уровня лактаты и повышению усвоения железа. Потому что когда лактат высокий, не каждое железо усвоится еще у нас в организме. То есть мы должны еще среду подготовить для того, чтобы это железо пошло в прок. В прошлый раз мы с вами еще говорили про кофакторы, которые помогают усваиваться железу. Это витамины группы В, это белок, витамин Д, омега-3. Конечно, безусловно, мы их тоже по анализам оцениваем. Белок, какой должен быть белок. Чем выше, тем лучше. Но как минимум 75-80. Это самый такой нижний предел. То есть ниже мы не должны опускаться. Белок – это строительный материал всего нашего тела. Мы все состоим из белка, и клетки, и мышцы, и волосы, и ногти, и гормоны, и ферменты. Это все белок. Это все белок. Те же эритроциты, тот же гемоглобин – это все белок. Поэтому белок должен быть достаточно высокий. Вообще, по идеальному, он вообще должен стремиться к стару. Это тогда идеальный показатель. Еще кроме лабораторных анализов белок, мы можем с вами оценить еще по биомпедансному анализу тела. Это очень хорошее исследование, которое мы тоже проводим с своим пациентом. Качественный состав тела измеряется. И там очень хорошо видно, насколько этого белка хватает организму. Потому что бывает даже в анализах он где-то приближается к норме, к 75-74, допустим. А по биомпедансу видим, что нет, этого недостаточно. То есть мышцам, чтобы вырасти, белка достаточно больше нужно. То есть мы в комплексе, опять же, соединяем несколько видов исследований, чтобы полную картину представлять. Дальше. Следующие кофакторы – это витамины группы В. Как правило, мы В9, В12. В основном оцениваем необходимые витамины для кровотворения. Без них нет синтеза новых эритроцитов в костном мозге. Вот почему мы так много внимания им уделяем. Витамины группы В по анализам должны быть в верхней границе референса. Что касается В12, это где-то тысячи, а то и полторы тысячи. Сейчас референсы поднимаются по витаминам группы В. В9 тоже должен быть на верхней границе референса. Если, например, витамин группы В12 ниже 500, это уже выраженный дефицит. Это уже дефицит такой, без восполнения которого мы не восполним уровень железа полноценно. В9 удивительно. Витамин В9, фолиевая кислота, очень легко можно получить с продуктами питания. Это вся зелень, это все зеленые овощи. Но, тем не менее, огромное количество пациентов находится в дефиците этого витамина. То есть люди не едят клетчатку, не едят зелень. Здесь я должен сказать, пояснить. Проблема-то вот именно, понимаете, как и проблема с кальцием. Кальция везде много. Вопрос в том, что люди едят вареную жареную пищу, а кальций, вот что будет с водой, когда вы ее скипятите? Куда карбонаты выпадают? В осадок, да? Так в продуктах вареных, жареных, что они не выпадут? Там что, другая физика, та же самая. Вот проблема, это раз. А что касается фолиевой кислоты, витамина В9, то действительно в зелени, вот все, что зеленого цвета, там его полно. Но вопрос в том, что едят люди. Они же едят. Вот перекусы, печеньки, всякая гадость химическая, которая произвела химическая или там фармпищевая промышленность. Они сейчас уже в симбиозе находятся фактически друг с другом. Но это опять-таки та вареная жареная. Ведь люди почему-то не хотят верить или понимать, вернее, что очень многие витамины, в том числе, я уж не говорю про ферменты, которые вообще все разрушаются от термообработки, ферменты, потому что там предел 45 градусов для каких-то 50. То витамин С, например, разрушается при 70 полностью вообще. Почему легко и раньше зарабатывали цингу, когда все варили, жарили, боясь подцепить инфекции, когда эпидемии в основном везде были, да? И спасало, кстати, в Сибири как раз хвоя, между прочим, да, так сказать, от цинги. Это знают многие. Или брали с собой бочки с квашеной капустой, потому как там все-таки, особенно с клюквой, потому что там витамина С много, когда на судах ходили. Так вот, а В9 витамины, вообще вся группа В, только В12, этот термостойкий витамин, который выдерживает высокие температуры, а остальные практически все разрушаются при высоких термообработках. Поэтому люди, поскольку салаты едят, если и едят, то один листик где-нибудь в гамбургере, но это не считается, что человек съел зелень. Поэтому правы те, в том числе импортные, не будем называть, показывать пальцами доктора, которые говорят, что есть надо несколько мисок салата, вот буквально вот такой объем большой в день. Имеется в виду укропа, петрушки, кинзы, можете в прикуску, можете в виде порезанного салата, это не имеет значения, но это важно. Либо тогда получать эти витамины дополнительно, но я советую в этом случае, в этом случае, не мультивитаминами, не дай бог, там антагонистами являются половина друг друга. Это вообще самая страшная вещь, мультивитамины, как антибиотики по опасности. А я советую натуральные, ведь и есть хлорелла, есть спирулина, да, та же самая, где это концентраты витаминов группы В. Там В9, вот, будет выше крыши, и В1 будет, и другие важнейшие витамины группы В. Вот, а что я еще хочу добавить, вы очень интересные, много важной информации дали, но я хочу дополнить вот что. Красный костный мозг, вы сказали, вот идет синтез, да, эритроцитов. Есть в науке сейчас совершенно уже, ну, достаточно давно вторая версия, и она очень, на мой взгляд, логичная, все-таки идет сборка. Не синтез, а сборка. Дело в том, что молекула хлорофила, ну, вот, структуры хлорофила, эритроцита и вот цианкобаламина практически идентичны. Там одинаковое количество атомов, и разница только в том, что в центре в одном случае стоит атом, значит, железа, ну, вот в эритроците, в другом, хлорофиле магния, а цианкобаламида кобальта, и вот идет замещение просто, то есть из хлорофила как раз, почему нам так важна зеленая пища, то есть когда магний уходит, на его место становится железо за счет именно кобальта. Вот посредником здесь является как раз витамин В12, почему он здесь так важен. Вот, скорее всего, идет такая, значит, цепочка, то есть идет именно сборка там в красном костном мозге, но это не так важно в том смысле, что в любом случае, в одной теории или в другой, в любом случае истина не меняется, нам в жизни необходимы витамины и В9 и В12, вот именно говоря о железе, потому что понятно, что все витамины нужны, да, если уж они есть, но вот именно говоря о железе. И я прошу, знаете, что сделать? Я думаю, давайте мы это сделаем, пусть это вас не затруднит, люди, конечно, и совет я дам переслушать и записывать конспект делать, но давайте мы упростим эту задачу. Вы могли бы подготовить текстом написать, перечислить те анализы, вот то, о чем вы говорили, какие компоненты должны быть в пределах, то есть минимальное, реальное, не реферальное значение, а физиологическое необходимое такое-то, ну, скажем, от и до, или от, а до, значит, пропускаем, то есть там до любого значения может быть, да, тогда человек, значит, взглянет, поймет, да ему легче будет даже воспринимать довольно-таки насыщенный, да, объемный текст, это вот очень важно, ну, то есть ваше вот это выступление. Конечно, лучше восприниматься, да. Конечно, я как-то, да. Ага, ну, я, извините, перебил, давайте тогда дальше, да, значит, на чем мы остановились. Гликированный гемоглобин, тоже я тоже всегда оцениваю. Гликированный гемоглобин, что это такое? Это гемоглобин, но который подвергся гликации. По-простому засахаренный, то есть вот тот избыток сахара, который съедает человек с чаем, чай сладкий, с молоком, печенюшки, макароны, выпечка любая, любые какие-то подсластители, скрытых сахаров огромное количество, вот этот избыток сахара, ему нужно куда-то деться. И избыток сахара, это всегда токсичное состояние. Этот сахар начинает склеивать белки, причем белки долгоживущие. Те, которые существуют длительное время в нашем организме, и одним из долгоживущих белков является гемоглобин. Мы с вами говорили, что эритроциты живут 100-120 дней, и гемоглобин точно так же живет. Поэтому вот этот гликированный гемоглобин уже теряет свою правильную функцию. Какая основная функция у гемоглобина? Отдавать кислород и забирать углекислый газ. И гликированный гемоглобин, у него нарушается отдача кислорода. То есть вот эта диссоциация уже затруднена. Поэтому гемоглобина, даже мы можем по общему анализу крови увидеть нормальное количество. Но если он гликированный, мы уже понимаем, что в гипоксии находится человек, потому что отдача кислорода будет затруднена. Очень важный показатель. Гликированный гемоглобин мы держим до 5%, не выше. То есть чем выше, тем ближе сахарный диабет 2 типа. Обязательно этот анализ контролируем. И на самом деле этот гликированный гемоглобин он даже быстрее разрушается. То есть это уже не такой правильный, не такой гемоглобин, который 120 дней живет, как правило, он живет меньше уже количества и уже срушается. Это публикации. Следующий кофактор – витамин D. Почему витамин D? Возможно, ни одна функция в организме опять же без этого витамина гормона. Потому что он и регулирует работу иммунитета кишечника, где происходит все усвоение без витамина D микрофлора нормальная не живет. Поэтому одна из причин дефицита железа – это дефицит витамина D. И вот с витамином D тоже очень-очень много путаницы, неразберихи. Я всегда смотрю несколько параметров. То есть мы можем оценить и сам витамин D крови, но знаете, что анализ, который смотрят большинство лабораторий методом ИФА, он очень сильно завышает этот показатель в два, иногда даже в три раза. То есть для нас идеальный показатель где-то от 60, от 80 даже уровень витамина D должен быть. Но если вы сдаёте его методом ИФА, делите сразу на два. На два, а то и на три. Это будет более-менее что-то какая-то достоверная картина. Более точный анализ на витамин D делается методом масс-спектрометрии, но это очень малая лаборатория, которая этим занимается и метод достаточно дорогостоящий. Поэтому что же делать, как нам оценить усваиваться витамин D или нет. Мы смотрим паратгормон, паратериоидный гормон. Гормон, который вырабатывается, синтезируется с паращитовидными железами, участвует в кальцио-форсе с паромагнением. И при достаточном уровне витамина D паратгормон будет низким. То есть такие как бы качели. То есть когда витамина D много, а паратгормона мало. И наоборот. И он должен быть, паратгормон должен быть на нижней границе референса. В лаборатории разные референсы дают. Но ориентируйтесь на нижнюю границу. Вот тогда мы можем говорить о том, что да, витамин D зашел в клетку, попал в клетку и уже начал свою функцию. Но опять тут тоже есть свои нюансы. Бывает паратгормон ложно заниженный при дефиците магния. Тоже такие очень тонкие моменты. Поэтому вот когда первичный ко мне человек приходит, я тоже по витамину D сразу несколько параметров оцениваю. И контроль обязательно делаем через пару месяцев. Но контроль должен быть по паратгормону обязательно. Аксения Владимировна, давайте здесь важный совет дадим людям. Вот посмотрите, дорогие товарищи, как все у нас сходится, очень многое на зелень. Вот вы сразу уберете кучу проблемы. То есть вот дефицит магния, у вас его не будет, если вы будете есть несколько вот таких мисочек, зелени в день. Не может быть дефицит... Вот все, что зеленого цвета, это за счет как раз пигмента хлорофила, да, и в основе там магний. То есть не будет. Раз. Группа B, ну кроме B12, проблем не будет ни с какими группа B, кроме B12, да, потому что B12 растительной пищи нет. И то там есть исключения, в хлореле есть на самом деле. Ну, допустим. Еще про гликированный гемоглобин. Вот пару слов. Вот смотрите опять. Вот сколько у меня на канале видео, сотни последних видео, и какой бы темы мы ни касались, всегда организм страдает при повышенном сахаре в крови, да, и, соответственно, при повышенном инсулине. Когда возникает инсулинорезистентность, это предвестник, уже первая ступень на пути к диабету второго типа. Но, кстати, бывает часто, что люди живут с диабетом второго типа, но не ходят к врачам, плохо себя чувствуют, так сказать, не важно, усталость. И даже не знают, что у них уже есть диабет второго типа. Такое бывает. Значит, я даже знаю известных людей таких. Корнелюк, что ли, по-моему, или какого, певец-то известный, который 25, когда у него было, он только узнал, 25, когда ему сделал. Вот такое бывает. Это просто для опыта, так сказать, для жизненного скажу, что такое бывает, что когда у людей 20-25, только они узнают, что у них диабет второго типа, такое бывает. Потому что люди свыкаются сейчас с тем, что вот они уже устали утром, уставшими встали, потом разбитые, потом, ну, и в основном, вот в основном, кроме каких-то особых патологий, в этом виноват повышенный сахар и повышенный инсулин. Потому что люди мало двигаются, много едят сладкого, а мало едят зелени и растительной вообще, живой тем более, пища растительной. И вот в этом основная проблема, плюс огромное количество факторов, которые добавились в наши дни за последние 30 лет. Это вот совсем уж нахимизированная пища, да, и много-много других проблем. То есть, бедная витаминами, потому что минералами, потому что выращивается на почвах, которые истощены уже фактически. И откуда организм будет брать эти важные нутриенты? Ну, вот ниоткуда получая. А тем более, люди скептически, многие сейчас настроены, говорят, о, БАДы, и начинают какую-то у них как красная тряпка для быка. БАД – это биологически активная добавка. Та же хлорелла, спирулина, то есть, уже более природных компонентов не найти, ну, это именно вот водоросли, микроводоросли. Причем, это что такое? Для пищевой цепи в морях, океанах, реках, озерах, и это, и похожие, подобные, ну, вот как хлореллы, вгленно-одноклеточные водоросли, они являются основой для экосистемы всей. То есть, на ней существует зоопланктон, зоопланктон поедают рыбы и прочее. И вот это вот все консументы 1, 2, 10 порядков в экологии, это называется, потребители-консументы, вся экосистема, все трофические связи живут как раз на этой основе. А почему? А потому что там самая высокая концентрация питательных веществ. Там есть практически все, и жирные кислоты, и витамины, и, кстати, B12. И, кстати, B12, потому что синтезируют-то некоторые бактерии, но не на всей цепочке в экосистеме, а от простейших они синтезируются, то есть, синтезируются B12. А вот изначально есть, кстати, между прочим, морские водоросли, которые тоже содержат, ну, это такие симбиозы с бактериями, тоже содержат, так сказать, B12 витамин. Так же, как, например, D3 витамин, говорят, животной пищи нет не только. Например, лишайники синтезируют, это водоросли с грибом, синтез, да, симбиоз, они тоже синтезируют витамин D3. Ну, вот это, собственно говоря, я в своих лекциях все объясняю. Ну, вот это важно было тоже пояснить сейчас. Про витамину D, конечно, еще очень важный момент – это генетика. Генетика обязательно тоже мы стараемся отслеживать, потому что вот тот самый витамин D, который мы с вами съедаем, либо с продуктами питания, либо получаем с солнцем, либо с какими-то добавками, это не активный витамин D, это предшественник. Ему нужно еще превратиться в активный D, активный гормон, D-гормон. И вот этот процесс перехода, он зависит от фермента, от работы фермента, который у некоторых снижен на активность. Мы это смотрим по генетическим тестам. И еще другой момент – это чувствительность рецепторов. То есть даже прошел процесс активации неактивной витамин D, перешел в активный. Но этому активному витамину гормона ему нужно в клеточку попасть. И чтобы попасть в клеточку, он должен соединиться с рецепторами. И у кого-то по генетике этих рецепторов мало, тогда таким людям нужно большей дозировки витамина D. Даже мы в крови можем по анализам видеть уровень витамина D достаточно высокий, но в клеточку он пробраться не может, потому что рецепторов мало. Поэтому мы не можем только по одному анализу на витамин D судить о том, достаточно человеку его или мало. Поэтому есть еще генетика. А как понять, что рецепторов мало? Какие конкретные исследования и показатели здесь? Это генетические тесты. Генетические тесты сейчас это очень распространено. Это делается... И достаточно недорого на самом деле посмотреть этот анализ. Делается раз в жизни, но ты уже знаешь, какая у тебя чувствительность рецепторная. Называется ВДР-рецепторы. ВДР-рецепторы это чувствительность к витамину D, вот именно на клеточках. А активность фермента... Фермент называется 1-альфа-гидроксилаза, который переводит не активный витамин D в активный. Он... Раньше считалось, что он работает в почках только, но современные исследования показали, что этот фермент присутствует в каждой клетке. Представляете, то есть вот каждая клетка синтезирует активный витамин D, то есть насколько он нужен организму. Вот. И мы сейчас активно делаем вот эти анализы. Очень часто я вижу рецептор... Вот это снижение рецепторной чувствительности и снижение активности фермента. И что мы видим? Мы как это можем увидеть? То есть человек принимает витамин D, но клинически я не вижу компенсации по витамину D. Продолжаются вот эти слабость, утомляемость, выпадение волос, гипогонадизм, то есть снижение уровня половых гормонов. Какие-то аутоиммунные процессы и так далее. То есть даже мы, бывает, месяцами-месяцами пытаемся дозировку увеличивать, и тем не менее не помогает. Вот. Но тут у нас есть выход, есть препараты сейчас активного витамина D, но это только с врачом, конечно, это уже не самодеятельность. Вот. Но чтобы вы знали, что есть еще очень важный вот этот момент генетика. То есть это персонализированные такие назначения, индивидуальные. Мы все разные. Каждый из нас имикальный. Но разные все-таки давайте внесем, а то прям как будто нас тысячи видов. Нет. То есть говоря о витамине D3, разные имеют в виду. Есть эта проблема вот с генетикой, с плане фермента конкретного, либо ее нет у человека. То есть тут два варианта, правильно? С ферментом, да, и с рецепторами. Ну да, то есть вот, соответственно, либо-либо, то есть тут не тысячи вариантов, и найти это можно вполне. Да, да, конечно, это все легко сейчас делается, это несложно. Вот она только разница и особенности. Но, кстати, в наше время, и на этом сходятся многие, ну скажем, прогрессивные врачи, да, во всем мире, что все-таки сейчас надо принимать... Есть какая-то проблема глобального масштаба всемирная, это может вообще с какими-то космическими связанными явлениями, мы не можем понять, почему сейчас так стало за последние 20 буквально лет. У всех, в принципе, есть людей дефицит D3, так или иначе, практически у всех. И поэтому надо принимать минимум 5, а лучше от 10 тысяч МЕ в сутки. Абсолютно, я согласна, абсолютно, да. Не менее, не меньше. То есть даже если у меня нет никаких анализов, сразу на старте назначаю именно такие дозировки. Да, причем тут некоторые будут бояться, не много ли, значит, были эксперименты, когда 3 месяца люди 100 тысяч в день принимали, и проблем никаких нет, так что 10 тысяч, это просто от финансов, так сказать. Можете и 10, и 20 спокойно принимать, хуже вам не будет, только лучше. Конечно, конечно. А если случается какая-то инфекция, парадромы, сразу мы дозировки сразу повышаем. Какой-то стресс, какой-то перелет, какая-то физическая нагрузка интенсивная, то же самое. Да, или вот как были эпидемии разные, вирусные и так далее, то иммунные нагрузки, тогда и цинк обязательно, тройную дозу от рекомендованной на упаковке, тройную, и, естественно, D3 и там 20 тысяч вполне нормально. Да, да, согласна, абсолютно согласна. Так, ну, по витамину D основные моменты проговорили. И, наверное, еще я упомяну про омега-3. Омега-3 тоже незаменимый кофактор в усвоении железа. Почему? Потому что омега-3 – это строительный материал мембраны любой клетки, в том числе и эритроцита. То есть без омега-3 эритроцит не будет качественным, не будет здоровым. Он потеряет свою эластичность, потеряет свою гибкость. Он будет подвержен вторжениям тем же самым, как это вирус и так далее. То есть омега-3 – это как бронежилет, защита мембраны каждой клеточки. И омега-3 мы тоже можем посмотреть в анализах, называется это омега-3 индекс. Он должен быть не менее 8%, а лучше, конечно, лучше, чтобы он был выше. То есть 10, 12, а то и 14, 15%. То есть если есть уже какая-то хронизация, какое-то хроническое воспаление, какое-то уже заболевание, там суставы болят, какой-то иммунный процесс, воспаление какое-то, омега-3 индекс мы всегда должны удержать на более высоком уровне. И здесь тоже есть такие лабораторные нюансы. Лучше смотреть омега-3 индекс в капле крови, то есть не в сыворотке, а именно в капле крови. Почему? Потому что нам важно оценить вот эту концентрацию вот этой омеги именно в мембранке, в мембранке, в клеточке. Проще всего посмотреть элитроцит. Это самый простой способ какую-то клеточку из нашего тела увидеть и посчитать количество, состав ее мембраны. Это делает тоже только там одна лаборатория московская. Но когда эти смотрят в сыворотке крови, это пустой анализ, не информативный. То есть там смотрят просто в концентрацию вот этой омега-3, в сыворотке, в циркуляции, но ни в клеточке, ни в мембране. Вот имейте в виду, то есть не надо сдавать ненужные анализы. Если делать что-то правильно, точно, точно так же, как с витамином Д, то есть вот этот не информативный метод, он может нас с толку сбить. Все-таки есть ли такие анализы вот из тех показателей, что вы называли, когда высокий показатель, да, высокий по конкретному пункту, может говорить о какой-то проблеме? Так, ну вот может быть вернуться, если в общий анализ крови, высокий гемоглобин, высокий эритроцит, есть такое понятие эритроцитоз, перенасыщение, когда перенасыщение железа. Есть такие генетические заболевания, но это редко встречается, но мы должны об этом помнить. Врачи всегда это должны держать в голове, уже тогда диагностику другую должны проводить, уже разбираться, в чем причина. То есть, когда мы видим клинику дефицита железа, эпоксию какую-то, но при этом повышенный гемоглобин, чрезмерные эритроциты, то здесь какая-то уже другая патология. Может быть, из общего анализа крови, соя высокий, высокий соя, скорость оседания эритроцитов. Скорость оседания эритроцитов, она, конечно, тоже напрямую зависит и с дефицитом железа связана, то есть чем выражен дефицит железа, этим соя будет выше, но не настолько высоким, как, например, при каких-то хроническом воспалении или в онкологии. То есть вот тогда мы тоже как-то углубляемся в поиски, либо делаем, пересдаем анализ какой-то. То есть когда мы сразу видим на первом приеме, что-то явно выбивается из общей картины, лучше всегда пересдать. И дальше такая тактика устраивается, обследование, лечение. Ну, это вот самые-самые основные. Ну, у меня на самом деле есть такая шпаргалочка, я могу поделиться с вашими подписчиками. Очень хорошо. Мы ее, знаете как, мы ее дадим по ссылке вот под пихтелем, препарат, который вот из пихты делается, добывается, и решает вот сразу, ну, если не все, то большую часть проблем, тех, о которых мы сейчас, вот вы рассказывали, с железом, с ферритином и не только, да. Там тогда под этим товаром будет ссылка подробнее посмотреть. И туда мы все эти, вложим, кстати, вот эти анализы, вот то, что вы сейчас, ну, мы с вами договорились, что вы пришлете, дадите такую тоже бумажку, шпаргалку, и вот эту, о которой вы только что сказали. Вот, ну, может быть, знаете, какой сразу я тут, вот с меня пришла, B12, тот же самый B12 у нас бывает завышенный, очень завышенный, то есть человек даже не принимает никакие препараты, а B12 очень высокий. Это часто бывает при дисбиозах кишечника, когда патогены микрофоры, она тоже сама синтезирует вот этот витамин, и вроде бы в кровотоке он есть, но он не идет на усвоение. Вот такое встречается, что я так быстренько вспомнила. Но это особая форма, видимо, B12. Да, 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 которая, вот, видимо, нам она не подходит, то есть она как-то и улавливает анализаторы. С B12 очень важно сдавать гомоцистеин, то есть, чтобы смотреть. Гомоцистеин, потому что он напрямую зависит от метильных этих форм B12-B9, которые присутствуют. Возвращаясь к нашему препарату, я просто когда стала разбираться в составе, насколько вот он богат, и пехтель, то есть, это на самом деле уникальная такая возможность в одной ложке получить все, что необходимо для полноценного усвоения железа. Это и железо в легко доступной форме, форме ферма-альтольного комплекса. Кстати, вот ферма-альтольный комплекс уже с 2016 года одобрен и FDA, это Американская ассоциация по контролю качества лекарственных препаратов, продуктов питания, и в Евросоюзе, то есть, одобрены как именно лекарственные препараты для восстановления уровня железа. Но лекарственный препарат, а здесь он у нас натуральный, созданный самой природой. То есть, это, конечно, совершенно другая форма, другое усвоение. И это комплекс антиоксидантов, как раз вот к вопросу защелачивания, снятия вот этого окислительного стресса, который всегда присутствует при гипооксии. Это и комплекс витамина С, витамина тех же группы В и минера, тот же магнит, он, конечно, тоже присутствует. В целом, конечно, препарат, когда сочетание вот этих всех микро-макроэлементов в одном флаконе, это намного больше преимущества, чем мы будем это всё по отдельности кушать железо отдельно, витамин С отдельно, В-12 отдельно. А я, да, вы знаете, а я ещё дам такой совет, то есть, вот нашим зрителям, особенно, кто следит за моими видео, вы, наверное, смотрели уже три видео про препараты, ну, это ещё советского профессора Исаева, уникальные разработки. И в частности, вот есть такой латал с селеном, антиоксидантный комплекс, когда вместе, то есть, соединили определённые антиоксиданты и выявили, что, по-моему, я сейчас не ошибаюсь, в 57 раз, ну, примерно такой порядок, работают выше этот комплекс, чем отдельно взятые антиоксиданты. Это вот смогли получить в 80-е годы такие результаты, огромные средства на это советское государство потратило тогда, но вообще не только на это, в частности, вот после Чернобыля была поставлена задача, чтобы создать препарат, который выводит родинуклиды из организма, это был создан препарат Марина, так называемый, с таким названием, и так далее. Так вот, это вот касаемо антиоксидантов, то есть, тогда будет присочетать, а это совместимо, я к чему это говорю, что пихтель растительный препарат совместим безусловно с антиоксидантами другого ряда и с жирными кислотами. И вот как раз там основа-то идут полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты во всех препаратах, это базис, основа, вот так они важны, профессора Исаева. Вот, что ещё, или, в принципе, всё по анализам, которые нам могут раскрыть вот все эти тайны? Самые основные, я вот озвучила, то есть, глубже копаться, это уже такие тонкости, нюансы, то есть, это самое основное, чтобы люди понимали, мы не можем оценить только по одному гемоглобину. Гемоглобин у меня нормальный, у меня, значит, всё в порядке. Далеко не всегда всё в порядке. Либо ферритин, высокий, низкий, чтобы какое-то вот понимание было, что с этим делать. Вот, то есть, по железодефициту вот этот комплекс, он такой самый базовый, самый основной. То есть, вот, имея его на руках, уже есть картина хорошая, картина того, что, с чего стартовать. Либо мы одно железо должны быстренько-быстренько восполнять, либо нам нужно сначала витамины группы В восполнить, а потом к железу переходить. Либо использовать вот такие комплексные растительные препараты, которые идеальным являются средством и для профилактики, когда в целом человек находится в норме. Но компенсация должна быть постоянная. Либо мы не можем датировать, допустим, какие-то синтетические препараты, учитывая, что расстройство кишечника, нарушение дисбиоза какой-то, хроническое воспаление. Не любое железо усвоится. Вот тогда мы прибегаем именно к растительным препаратам, которым идеальным, конечно, считается на основе пихтей. Пихтейль – это будет идеальным вариантом. Ну, давайте тогда подведем итоги. Я вот сначала скажу, а если что пропущу, вы мне добавите. Значит, какие советы можно дать? Во-первых, периодически сдавать вот эти, хотя бы раз в жизни, вот сейчас, если у вас есть хоть какие-то симптомы, усталость, вялость, апатия, усталость, сдать анализы все эти, о которых шла речь, чтобы понять вот эти причинно-следственные связи. Вы тогда сами уже, имея вот эти знания теперь, сможете многое понять. Ну, это раз. Во-первых. Во-вторых, больше есть зелени. В любом случае это необходимо. Если вы добавите к рациону питания хлорелу спирулину, как концентраты этих натуральных питательных веществ, особенно витамины группы В, магния там и так далее, это будет только великолепно. Потом, как можно меньше есть сахара сладкого. Помните, что сахар в любом случае негативно влияет на все процессы, на все органы и системы, и вызывает и воспаление в организме, и вот тот самый гликированный гемоглобин, так сказать, и прочие-прочие другие беды. Так, теперь, значит, что касается D3. Обязательно принимать. Сейчас у всех его дефицит в той или иной степени и мере, поэтому натуральный только вот надо, единственное, искать D3. Это еще один момент. В-четвертых, это необходимо принимать сейчас всем людям. В наше-то время, когда фактор воздействия на организм человека столько много негативных, антиоксиданты различные. Здесь убить сразу не двух зайцев, в кавычках, а там десятерых. Это как раз пихтель-препарат, потому что все, что связано с железным ферритином, трансферином, там, как правило, кроме там случаев каких-то сильных патологий, будет достаточно. Плюс вот идеальный антиоксидантный комплекс LATEL с селеном профессора Исаева. Это совместное применение будет, даст вам, ну, практически, так сказать, проблемы все решит. Ну, и, соответственно, вы увидите по результатам анализов, что это произойдет буквально там у кого-то раньше, ну, а у кого-то максимум месяца через три. Помните, что ранее трех месяцев вот ждать результаты серьезные, долгосрочные нельзя. И к тому же надо убрать факторы, которые привели вас к этим патологиям, к тем или иным или дефицитным состояниям. Про эти факторы мы тоже сегодня сказали. Я советую вам переслушать это видео, и тогда вы сможете выписать уже, ну, что-то в памяти есть, когда человек смотрит один раз, но не все. А когда второй раз послушает, уже тезисы наметят какие-то, он будет больше понимать, так сказать, осознаете глубоко вот эти причины. Ну, какие еще можно здесь? Дополните, пожалуйста, меня, так сказать, сделать выводы и дать советы. Да, Юрий Андреевич, да, я дополню очень такой для меня важный момент. Если вы чувствуете какие-то проявления дефицита железа, о которых мы говорили в прошлый раз, вы сдаете анализы, и вам говорят, что вы в норме, пожалуйста, пересмотрите еще раз это видео и отследите, да, свои вот эти нормы для себя. То есть если есть клинические проявления, это уже сигнал о том, что есть изменения в организме. И анализы мы оцениваем в комплексе. То есть не по одному какому-то выдранному из контекста гемоглобину, а копии со всем остальным. Только тогда у нас будут картины более комплексные, более ясные. А теперь как раз людям и легче будет это сделать, потому что у них будет шпаргалка, по сути. То есть перечень тех анализов, и тем более люди сами смогут, ну, расшифровать, зная показатели, за предел которых выходит их значение, видя, что есть норма, они могут понять, тем более вы раскрыли темы и сказали, что не просто вот анализы должны быть такие, а что это означает, если ниже показатель, допустим. Так что теперь люди будут знать, где искать проблему, по крайней мере. А это уже важно. И тогда пойдут уже к какому-то специалисту, ну, такому глубокому, и с этими развернутыми анализами, а специалист тогда действительно там скажет, о, хорошо, какой вы продвинутый человек, теперь вот у меня есть полная картина, я, значит, могу вам сказать, что делать, так сказать. Да хотя, собственно, люди теперь и сами будут знать, что делать, и вот только не поможет это тем людям, у кого действительно какие-то там меньше одного процента таких людей, да, там какие-то особые патологии, которые не входят вот в рамки того, что вы сегодня рассказали. Да, 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 совершенно верно. То есть человек на самом деле самостоятельно может справиться. Бывают, конечно, крайне случайные миг, когда мы быстро должны какие-то меры предпринимать, но в целом вполне реально, вот следуя всем вашим советам, я абсолютно совсем согласна, сахар, клетчатка, витамин Д, это безусловно нужно. И профилактически, ну вот женщинам 100% надо принимать профилактический препарат железа, вот натуральный, это идеальный вариант, потому что кровопотери ежемесячные, мы не успеваем восполнить наесть столько этого железа, расходы колоссальные, поэтому ежемесячно мы должны компенсировать. Идеально, чтобы этот препарат был наполнен вот этими всеми кофакторами, чтобы усвоение было максимально лёгким, чтобы уровень трансферина поддерживался, пихтель идеальный. Мужчинам, в принципе, конечно, тоже стрессы никого не минуют, стресс – это всегда расход железа, физические нагрузки – это всегда расход железа, смена часовых поясов – то же самое, поэтому профилактика превыше всего, тогда мы с вами будем качественную жизнь свою проживать. Ну, конечно, тем более, что в натуральные препараты, вот, скажем, такого плана, как пихтель, они обладают не только какой-то узконаправленной деятельностью, ведь это и антисептик природный, натуральный, который, кстати, вот именно симбиотическую родную кишечную микрофлору не подавляет, а вот патогенную придавливает и так далее. Поэтому вот темы отличаются узконаправленные синтетические, тем более, которые в любом случае имеют побочные негативные действия, препараты медицинские в фарминдустрии, они одно лечат условно так, другое калечат, а эти препараты, ну, если их так можно таким словом назвать, или назовите это биологически активные, или концентратом питательных веществ, вот это совершенно другое дело. Ну, вот, например, пихтель, у меня сейчас жена моя принимает, я её, прямо, что называется, заставил, потому что действительно там проблемы есть с низким ферритином. Кстати, тоже, может быть, не все вот из этих анализов она сдавала, я вот, кстати, хотя очень развернутый издаёт, я вот теперь посмотрю, теперь сравним, потому что я тоже кое-что для себя сейчас новое открыл, например, про некоторые взаимосвязи. Вот теперь это важно, и, кстати, генетический вот этот момент тоже надо посмотреть, вот, кстати. А вот особенно тем людям, у кого вроде бы, ну, все или практически все, да, вот анализы эти вроде в норме, и потребляют правильно все правила. Да, надо посмотреть вот этот вот тогда действительно генетический, сдать тест-анализ один или два там. Юрий Андреевич, по вашему позволению добавлю, мы же сейчас проводим исследование по пихтелю, хотим отследить, насколько будет высоким подъём ферритина, гемоглобина, всех показателей по железу. И у нас в нашей группе уже месяц люди принимают препарат. И вот, кстати, вот по связи с сахаром препарат пихтелем, он своего рода горечью тоже является. Кто пробовал, оценивает такой немножечко горьковатый вкус. И это очень хорошо работает именно вот на микрофлору, на желудочно-кишечный тракт, на нормализацию желчатока, который сама по себе противопаразитарным и свойствами обладает. И что самое интересное, все горечи, любые, снижают тягу к сладкому. Это и относится и к клетчатке, к горьким травам, к специям, и, конечно, вот и к пихтелю, к нашему тоже. И в нашей группе, наши женщины уже пишут мне, вы знаете, у меня тяга к сладкому прошла. То есть буквально за месяц приёма такие у нас результаты. Улучшаются работоспособности, пишут мне пациенты, что лучше утром просыпаются, в течение дня энергии больше. Анализы мы ещё пока не сдавали, ещё рановато нам для контроля. Но вот субъективно уже, конечно, результат мне очень нравится. Но это в плане работы с сахаром, тоже препарат интересный. Ну и для печени этот препарат тоже полезен, тем более как все горечи и желчные – это уже вторично пузырь, ведь желчь производит именно печень. Поэтому как раз вот для печени это важно очень. А поскольку глюкозу в гликоген переводит тоже, в общем, печень, да, и поэтому тут связано с сахаром вот напрямую, вот почему тяга пропадает. То есть нормализуется работа в этом плане, и поскольку легче высвобождается энергия, так сказать, больше АТФ, то, соответственно, да, и не нужна уже глюкоза. Вот, тем более, что вот для тех, кто не в теме, я скажу, что, в общем-то, вот то, что касается второго процесса получения энергии, то есть не за счёт расщепления глюкозы, а за счёт расщепления жиров, китоз, да, вот, это как раз вот та тема, куда стоит обратить внимание своё, по крайней мере, увеличить потребление жиров при уменьшении обязательного потребления сахаров, потому что если жир увеличить и сахара оставить, тогда человек будет жиреть, толстеть, и у него не будет работать китоз, у него жиры не будут сжигаться, вот все вот путают вот это, не могут понять, что, то есть если вы вообще не будете есть вот прям глюкозу, фруктозу, сахарозу, никакие монодисахариды, вообще никакие, нисколько, вы не умрёте, у вас энергии будет полно, там, криз будет, там, может, какой-то, и то у некоторых людей 3-5 дней, а потом, то есть из жиров вы будете получать энергии более чем достаточно, но при этом вы начнёте, если кто имеет там живот, бока, худеть умеет, то есть приводить себя в ту биологическую норму, как у всех, в общем, тему раскрыли вы, я благодарю, она очень важная, я думаю, что 100% люди этого не знали, и знать это должен каждый человек, вот теперь, вот теперь практически, если мы только вот уберём проблему сахара, то проблему вот этой усталости утром, разбитость в течение дня, мы понимаем и уберём тоже, если мы устраним скрытые проблемы дефицита железа, да, скрытые, и усвоение. Настолько у нас всё взаимосвязано, и всё зависит от всего в нашем организме, поэтому мы не можем ликвидировать какую-то одну проблему изолированную, то есть мы должны, конечно, в комплексе всё со всем работать, корректировать питание и движение, увеличивать количество движения, двигательную активность, нагрузку, и восполнять дефициты в комплексе, тогда, конечно, прогресс будет намного более быстрым. Ну что ж, благодарю вас за это видео, за встречу, я очень прошу наших зрителей писать, не лениться отзывы, и вот вы скажите, согласны вы со мной, что эта запись, эта главная информация, она аналогов не имеет, наверное, скорее всего, вы этого не видели вот так в совокупности, чтобы были объяснены все причинно-следственные связи основные, столько важных показателей, которые вот люди не учитывают, ведь тогда причину не найдут, понимаете, и будут думать, вот, всё учли, все показатели посмотрели, всё в порядке, а чего-то со мной не так. Так не всё учли, в том-то и дело, и врачи большинство этого не знают, узкоспециализированные врачи знают, вот хорошо, что вам повезло, так что вы услышали эту информацию, правда? Напишите об этом. Благодарю вас, совершенно верно, и вот то, что мы сегодня с вами обсудили, это моя, так сказать, выжимка, концентрат моих знаний, которыми я с вами делюсь. Пожалуйста, пользуйтесь, будьте здоровы, ищите своего доктора, который вам поможет в поиске причин устранения их. Будьте здоровы, принимайте хорошие препараты. Да, давайте, дорогие друзья, значит, поблагодарим Ксению Владимировну за эту очень важную информацию. Поставьте пальчик вверх, как это называется, лайком, это видео, потому что тогда вы поможете другим людям, ведь у нас YouTube поднимает ролики, когда большое количество лайков, ну и когда комментарии люди пишут, имейте в виду, поэтому, пожалуйста, напишите, не поленитесь. Тогда вы выразите свою благодарность тем самым, ну и, конечно, тем, что другие люди будут иметь шанс тоже это видео посмотреть, а это очень важно. Все, о чем мы говорили, дополнительные видео, и то прошлое видео, и другие, чтобы раскрыть эту тему более подробно, я оставлю вам под этим видео, нажмете, если вы в YouTube смотрите слово еще под роликом, откроются важные ссылки, смотрите их, нажимайте на них, смотрите эти видео, ну и если захотите препарат Пехтель, то, соответственно, тоже ссылочка я его оставлю, препараты профессора Исаева, значит, соответственно, витамин D3 и СК2 натуральный. Ну, вот все то, о чем мы сегодня говорили. Ну что ж, всего вам хорошего и до новых встреч. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok